Инвокер, Каэль, Квас, Векс, Экзорт, Сущность Грозы, Сердце Бурана, Душа Феникса. После того, как его люди были сломлены и рассеяны по всему миру, Каэль наблюдал лишь за остатками его некогда великого мира. Желая мести, он заключил договор с Королем Мертвых, продав свою душу в обмен на практически безграничные возможности. Теперь, сражаясь, он может повелевать с самими стихиями природы. Он может объединять стихии в смертоносные заклинания, разрывая небеса и круша землю в приступах ярости. Гениальность его ума не знает границ, и скоро Сентинал познает на себе его гнев. Можно чё-нибудь на вставочку забахать? и должен ультру там погу дайте да но это точно на вставочку сколько день сколько дней уже пытался это сделать так вот делаем рожь хорош ну можно уже подушить немного экзортиком то есть вот я в инвизи все равно бегу успеваю даю кидаю арчи кидая себе урну на лицо зачем не понимаем бью с руки то есть вот этот а векса военной блокер который сейчас вот эти кнопки понажимал тм-гс и блокер а вон ли на идет можно вот так вот сделать можно вот так вот сделайте пон Fuß это уже экзортного инвокер пошел то есть вот это уже сейчас надо под знаменом тут кинуть у сларка конснаб кидаем вот так вот арчи кидаем аллаккери то уже в акс выuesta лаектор пошел то есть вот так и даблки локером сделали то есть вот как-то вот балансировать эту тему все пошла страта пацаны дастов нет но вы работаете бары тоже нет работаем убежал можно смело сейчас у олега платаром заявить будет у меня сейчас я лакрати бабку и об отцу тебя и тебя опа смотри как я умею я на водоту хочу просто опа просто на водоту хочу вот и все всем привет дорогие друзья с вами аксонанс и перед началом этого ролика конечно же хочется поблагодарить ребят которые подписаны по спонсорской подписке вот они собственно посмотрите ребятки красуются выделяется в чате знают немного больше но конечно же смотрят контент немного раньше друзья для того чтобы оформить спонсорку далеко ходить не нужно внизу указана кнопочка спонсировать кто хочет можете подписаться там на месяц 100 рублей самая легкая спонсорка самыми доступными так сказать моментами но это на ваше усмотрение друзья просто это помогает продвигать мой канал на конечно же продвигать мой контент в общем братцы сегодня у нас интересный гайд этот гайд ждали очень много ребят на самом деле чтобы я переделал старый гайд и это гайд у нас конечно же на инвокера на вот этого чародея у которого 10 целых 10 заклинаний друзья сегодня мы узнаем как работает каждая из его заклинаний и конечно же как работает квас в экс экзорт и как работает инвок конечно же и для олдов минус инвоке лист также мы будем прописывать друзья но не обязательно в общем братцы сегодняшний видос очень объемный теория очень объемная если хотите научиться играть на нокере хотя бы так как я конечно же желаю вам приятного просмотра не скипайте теорию и досматривайте до конца пожелаю всем приятного просмотра и поехали итак друзья переходим мы уже конечно же к обзору нашего инвокера по способностям давайте наверное разобьем гайд на несколько частей а именно первая часть это будет обзор у нас qve то есть кваса в экса и экзорта потом инвока это будет первая часть вторая часть это будет обзор способностей которых которые мы будем преобразовывать помощью инвока и конечно же наших сфер и третья часть видео будет именно теоретического видео это те комбинации которые мы сможем заюзать преобразовав сферы то есть комбинирование способностей это будет у нас третья часть на четвертой части да конечно же будет уже геймплей так сказать мы уже будем на практике все юзать давайте перейдем к первой части а именно к обзору qve и конечно же r погнали итак ребят переходя ближе конечно же уже конкретному разбору наших сфер стоило конечно же подметить что инвокера нету плюсиков это не значит что этот инвокер и в целом этот герой намного слабее чем другие нежели как вот шторм которого есть плюсы мы можем вот так качаться разор или другие героты герои доты конечно же у инвокера есть свой баланс помимо того что у него есть свой родной прирост как и у всех персонажей именно прирост по левель не то есть когда вы а пойти level у вас апается сила ловкости интеллект зависимости от того сколько указано вам по балансы доты у нас еще есть тут такая приколюха что с каждой прокачкой сферы мы будем получать также бонус квас у нас отвечает за получение силы в x у нас отвечает за получение ловкости и экзорт отвечает за получение интеллекта то есть зависимости от того что вы качаете вы будете получать дополнительную силу ловкость или интеллект. Это все очень просто. И в совокупности вы будете таким же сбалансированным героем, как и тот же Шторм, конечно же, Разор, или, конечно же, какой-нибудь другой герой Доты. Все очень простенько. Итак, ребят, касаемо сфер. Каждая сфера у нас имеет свой хот-кей. Экзуард у нас имеет хот-кей Е, Векс у нас имеет хот-кей W, то есть это Векс, и Квас, конечно же, хот-кей Q. Давайте приступим к обзору Кваса и поговорим, что у нас имеет Квас в активе, что у нас имеет Квас в пассиве. И также поговорим о других, конечно же, сферах, которые у нас также есть. Как вы видите, мы их меняем, и они меняются. Что они будут давать в активе и в пассиве. Поехали разбирать Квас. Первая сфера, которая у нас тут есть, это, конечно же, Квас. Квас у нас дает в пассиве силу, а именно при прокачке одной сферы, а каждую сферу можно вкачать 7 раз, вы получите 2 силы за одну прокачку. То есть, если вы Квас вкачали на единичку, то вы получите пассивные 2 силы вот сюда, в основной атрибут. Плюс при этом у вас будет уже пассивное действие у этой сферы, если вы будете ее юзать. То есть, соответственно, если у вас стоит Векс, у вас совсем другой бонус, именно уже активный. То есть, пассивная у вас всегда остается сила, а активный бонус у вас пропадает в случае, если вы убираете эту сферу. Если вы включаете сферу, вот так вот квасовую, то она будет вам давать ХП-регенерацию. Как тут написано, 1 ХП-реген за 1 сферу. Соответственно, если у вас сферы 3 включено, то уже на первом левеле вы будете получать бонусом 3 ХП-регена. И так далее. Выходит табличка, смотрим по табличке. Давайте смотреть. Когда у вас включен квас, что у вас будет даваться? Регенерация здоровья за сферу. Как видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в зависимости от уровня прокачки. То есть, соответственно, на ласт левеле, это седьмой левел. У вас одна сфера будет давать 7 ХП-регенерации. Если у вас сфера включена 3, то, соответственно, 21 ХП. Это уже очень-очень-очень много. Друзья, вот такая тема. Дополнительная сила, которую мы получим, когда вкачаем квас на максимум. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 на ласт уровень. То есть, 14 силы вы получите, если докачаете квас до конца. По ходке, я думаю, тут и так все понятно. Я уже, как и говорил, с ходке у нас Q, соответственно, первая буква кваса. Это у нас тот же самый ходкей. Ну и, конечно же, первую эту можно прокачать только на первом, третьем, пятом, седьмом, девятом, одиннадцатом и тринадцатых левелах. То есть, соответственно, нельзя вкачать постоянно одну сферу. Вам придется немного балансировать. Погнали смотреть в X. Следующая сфера, которая у нас есть тут, друзья, это в X ходке у нас W. При переключениях этих сфер вы будете получать в активе, а именно в активе, если у вас сферы включены, вы будете получать скорость передвижения и скорость атаки. Но в пассиве вы будете улучшать свою ловкость. То есть, соответственно, за одну прокачку в X вы будете увеличивать ловкость на 2 единицы. Ну и, конечно же, также при включенной сфере вы получите плюс 2% скорости атаки и плюс 1% скорости передвижения. Выезжает табличка и давайте разбирать. Смотрите, дополнительная ловкость, которую вы получите за прокачку данной сферы. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 ловкостей на ласт-левеле вы можете получить в пассиве. То есть, уже если вы прокачали в X на определенный уровень. Далее, бонус скорости передвижения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% на ласт-уровне за активированную одну сферу. То есть, если вы активировали 3 сферы вот в атаку WWW, то у вас будет уже 21% movement speed. И, конечно же, у нас бонус скорости атаки за сферу. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14%. Ну и на ласт-левеле очень-очень большая у вас будет скорость атаки, просто нистовая и, конечно же, это очень круто. В X также у нас нельзя прокачать больше, чем 7 раз. И также экзорт нельзя будет больше вкачивать. Ну и, конечно же, прокачиваться нужно будет так. На первом, на третьем, пятом, седьмом, девятом, одиннадцатом и тринадцатых левелах. То есть, нельзя будет просто на втором левеле еще раз, допустим, в X вкачать, потом еще раз в X вкачать, еще раз и на восьмом левеле бегать с одним раскачанным в X и, конечно же, с одной книжкой. Так у вас не получится. В принципе, это все простенько. Я думаю, вы это понимаете. Погнали смотреть экзорт. Экзорт сфера, друзья, у нас же отвечает за наш интеллект на пассивной основе и, конечно же, будет давать нам дамаг при активировании сфер. Как вы видите, если я переключаю сферы на экзорт и на векс, у нас урон то отнимается, то прибавляется. В зависимости от уровня прокачки у нас будет одна сфера экзорта давать определенное количество урона. Это мы чуть позже разберем. Смотрите, ходки у нас E и, конечно же, очень-очень все простенько на пассивной основе два интеллекта. Соответственно, если вы прокачаете сферу, опа, нам дался разум и увеличился наш урон. Соответственно, наш основной атрибут это разум. Значит, при прокачке разума у нас будет и возрастать здесь вот урон. Независимо от того, что у нас еще и сфера будет одна добавлять урон. Какое максимальное количество урона вы можете получить с сфер? Смотрите вот эту табличку. Одна сфера, две сферы и три сферы. Все очень просто. Смотрите, по первой, одна сфера будет добавлять вам 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21, а 21 единицу урона. То есть, соответственно, если у вас одна сфера экзорта, то 21 урон добавит вам всего. А если у вас три сферы экзорта и ласт левел, то есть седьмой левел, у вас уже есть возможность получить 63 урона просто на ласт левеле экзорта. То есть, если экзорт у вас семерка, уже вкачан, вы просто нажимаете три сферы, у вас плюс 63 урона. Все очень простенько. Ну и, конечно же, выезжает у нас другая табличка. Смотрите, дает сфера экзорта при использовании и дополнительный интеллект 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 на лавах левеле вы получите в пассиве и при этом дополнительный урон за сферу 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ну, об этом мы уже, в принципе, поговорили. Также эти сферы нельзя будет вкачивать просто такой жесткой лестницей. То есть, допустим, на седьмом левеле у вас просто весь экзорт вкачан и, конечно же, книжка левел экзорта у нас также вкачивается. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. То есть, нельзя вкачать экзорт больше, чем определенное количество. Так же, как и в экз, квас и все прочее. Вкачивается так же у нас эта тема 7 раз. Каждый квас в экзорт у нас вкачивается максимально по 7 раз. Ну, я думаю, вы это уже, друзья, поняли. Есть тут очень приятная тема, помимо того, что у нас инвокер апнут, об этом поговорим чуть позже, как работают у нас все вот эти сферы. Так как мы их уже разобрали, эту тему можно поднять. Все сферы вот эти, их невозможно задиспелить. То есть, если на вас будут кидать хиксы, там, сайленсы и прочую тему, у вас на пассивной основе, то есть, когда у вас будет включена вот эта вся тема, во-первых, у вас пассивка никогда вот это не уйдет, то есть, пассивная сила, ловкость и разум, которая у вас была в прокачке. И, конечно же, активная способность у вас никогда не уйдет. То есть, если у вас захексили в вексе, то, соответственно, вы будете так же быстро бегать, как и бегали. Если в квасе, то так же регенится. Если в экзорте, то так же в хексе будете стоять с этим же уроном. То есть, эта тема не снимается. Ну и приятная тема, что если вы подбираете иллюзию, то какие сферы у вас были включены, то иллюзия унаследует эти сферы и показывается, что как будто это настоящий инвокер. Если 83-й этой темы не работал, то 85-й эта тема работает. И это очень спокойно можно юзать. Ну и что ж, остается у нас самая крайняя тема по вот этим кнопочкам. А именно, у нас остается инвок. А инвок нам помогает преобразовать все эти сферы в определенную магию. И об этом сейчас будем разговаривать. Итак, друзья, так как мы уже разобрали все сферы, самое время разобрать у нас инвок. Инвок это книжечка, которая позволяет нам преобразовать все наши сферы в определенную комбинацию и создать какую-то магию. И потом, конечно же, ее использовать в своих назначениях. Смотрите, хот-кей у нас R, вот это данные способности. И по хот-кее мы можем что-то преобразовать. Если вы наводите вот так на книжечку, то вы видите все комбинации, которые у нас тут есть. Именно их у нас 10. И давайте их почитаем. Sunstrike у нас EEE, Chaos Meteor EEE, Forge Spirit EEEQ, Cold Snap QQQ, Ghost Wall QQV, Ice Wall QQE, Alacrity VVE, Tornado VVQ, EMP VVV, и Definite Blast это у нас QVE. При определенной этой комбинации вы нажимаете ход КР и у вас эта сфера, эти сферы, которые у вас были, комбинационные, преобразуются в способность. Давайте заюзаем образно говоря Blast. Нажимаем QVE и нажимаем R. Вот такая вот у нас анимация происходит. Ну, инвокер там у меня уже танцевал. Ее можно скипнуть быстренько и вот такая магия у нас появляется. При этом книжка уходит в КД, в зависимости от уровня прокачки у нас тут этот КД уменьшается. И давайте о уровнях прокачки и поговорим, а потом поговорим о основных моментах, как перекидывать магии. Смотрите, на первом уровне у нас доступно два инвока, ну и на первом, на втором, на третьем и на четвертом это доступно у нас всего два инвока. То есть, это у нас две магии, не больше. То есть, вот так вот у вас будет доступно две магии. И, конечно же, после того, как вы используете эти магии, вы можете что-то, допустим, перекастовать и книжка опять у вас в КД уйдет. То есть, у вас не будет куда-то сюда еще магии. То есть, вы не сможете заюзать тут сразу три магии вот здесь вот без КД книги. То есть, эту тему нужно помнить. На каждом уровне это у нас не меняется. Всегда доступно только две магии на пассивной основе. То есть, тут у вас вот так вот в пассиве будут висеть две магии. И для того, чтобы добавить какую-то еще, вам придется преобразовать сферы в инвок. Далее, смотрите, на первом левеле у нас 22 секунды КД, на втором 17 секунд КД, на третьем 12 секунд КД и на четвертом 5 секунд колдауна в книжке у вас будет. И при этом монокос 20, 40, 60 и 80. То есть, понимаете такую тему. И что ж, у нас тут есть еще аганимы, а аганимы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас мы разбираем инвок. То есть, у нас на ласт левеле будет 5 секунд колдауна. То есть, в течение 5 секунд вы спокойно сможете закастовать что-то одно, потом перекастовать, сделать еще что-то другое, через 5 секунд еще что-то и еще что-то. Чем меньше у вас, конечно же, колдаун на книжку, тем больше магии вы сможете заюзать. Книжку вы можете прокачать только на втором, седьмом, двенадцатом и семнадцатом уровне, а именно 4 раза максимум. И все. Больше никак. Давайте разбирать, ребятки. Смотрите, как у нас можно преобразовывать и как у нас баловаться способностями, вот так вот, способностями, как у нас баловаться, то есть, не уходя, не уводя в КД нашу книжку, как мы вот это делаем. Это работает только на 85-й карте, на 83-й карте это не работает. Давайте закастуем дефолт, то есть, у нас ЕЕВ и ЕЕЕ и попробуем поиграться этими способностями и поубирать то, что нам не нужно. Если я сейчас преобразую какую-то другую магию, то у меня уберется санстрайк, так как санстрайк стоит во второй ячейке. Все, что будет стоять у вас во второй ячейке, будет уходить. Все, что у вас стоит в первой ячейке, будет у вас меняться местами. А именно, если вы сейчас создадите что-то другое, образно говоря, давайте Форджет Спирит ЕЕК нажмем, то у вас уберется санстрайк и метеорит переместится на вторую ячейку. Создаем. Переместилось, инвок ушел в КД и как видите, метеор у нас на второй позиции, а форджеты на первой. Соответственно, если я сейчас еще раз перекастую, создам, образно говоря, тот же санстрайк, то метеор у нас уйдет. Как сделать так, чтобы метеор у нас остался и, конечно же, добавился санстрайк? Мы снова перекастовываем метеор, нажимаем R и, конечно же, создаем санстрайк. Тем самым, мы оставляем метеор на первой позиции и, конечно же, добавляем еще санстрайк. И все очень-очень просто. Как вот так вот поиграться? Смотрите, для того, чтобы переместить метеор в первую ячейку, кто до сих пор не понял, мы еще раз метеор перекастовываем, делаем комбинацию E, E, V, нажимаем R, метеор у нас переходит в первую ячейку. То есть, соответственно, он не заменится, если мы преобразуем какую-то другую способность. Не те способности, которые у нас здесь, а какую-то совсем другую. Ну и чтобы нам оставить санстрайк, мы также можем поменять, нажать E, 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 R и, конечно же, санстрайк у нас переместится на первую позицию. Вот так вы можете гонять вот эти способности и, конечно же, не переживая за то, что вы можете что-то прогулять. Если вам нужно оставить санстрайк, то заюзайте санстрайк еще раз. Если он у нас стоит во второй ячейке, конечно же, E, E, R, то он у вас переедет в первую ячейку. Все очень простенько. Ну, в принципе, по сферам тут все, ребятки. По сферам все, по книжке все. Преобразовывать магии очень просто. КД-шку вам нужно придерживаться. И давайте сейчас обозреем, обозреем, будем обозревать аганим на нашем инвокере. И сейчас будет тоже очень жестко. Вы сейчас поймете, почему инвокер в мете. Итак, ребятки, подобрали мы сейчас аганим. Вот такой вот у нас красивый эффект появляется. У нас сферы стали немного красочнее, немного красивее. И что у нас будет добавлять аганим? Аганим добавляет у нас плюс одну, плюс один левел к способности, а не к сфере. То есть, допустим, если у вас экзорт, допустим, первого левела, то у вас будет с аганимом экзорт уже второго. То есть, все сферы у нас получают плюс один левел. То есть, допустим, если у вас максимум, то есть, если максимум мы можем вкачать все сферы до седьмого левела, то с аганимом они у нас становятся восьмого. Но все бонусы, которые у нас идут по регенерации, по бегу, по дамагу, они у нас работать не будут с аганимом. То есть, получается, если у нас максимальное количество урона с экзорта, которое мы можем получить, это у нас 63 единиц на ласте, то купив аганим, он у нас и так же и будет 63. То есть, вот этот активный бонус, он у нас не добавляется с аганима. Надеюсь, это понятно. У нас добавляется только плюс левел сферы на определенные способности. То есть, санстрайк чуть сильнее будет, чуть сильнее будет у нас хаос-метеор и, конечно же, так далее. Все способности у нас будут улучшены на одну сферу. Ну и что ж, самое интересное, самое приятное, как вы, наверное, замечали по вот этой вот табличке, по той старенькой табличке, которая у нас в прошлый раз висела, то, что у нас улучшается здесь калдаун и улучшается монокост. Монокост у нас становится просто ноль с аганимом, а калдаун становится такой 16, 8, 4 и 2 секунды. То есть, вы сможете очень быстренько кастовать всю тему, то есть, чтобы вы там не заюзали, у вас очень быстрый кд, он всего 2 секунды составляет, и вы можете переключать способности как хотите, то есть, как вам удобно, так и переключайте. Если вы хотите что-то оставить, или там, если что-то еще хотите добавить, то, конечно же, вы можете это все быстренько перекастовать благодаря маленькому калдауну аганима. Именно, почему инвокер в мете на этой карте? Потому что его способности в соотношении с 83 карты стали чуть-чуть сильнее, а именно, каждая, каждая сфера у нас теперь чуть-чуть улучшена на 1 левел, то есть, покупая аганим, вы апаете, как будто сразу 3 левела вы апаете квас в экс и экзорт, поэтому аганим мастхэв для инвокера просто собираете и сразу становитесь намного сильнее, все способности становятся намного жестче. Итак, ребят, всю тему мы разобрали, по аганиму поговорили, по квасу в экс и экзорту поговорили и по инвоку тоже. Самое время разбирать у нас способности. Ну и начнем разбирать их, в принципе, по списку. И первая способность, которую мы будем разбирать, это санстрайк. Итак, друзья, что же, переходим мы ко второй части видео. И первая способность, которую мы обозреваем, это у нас, конечно же, санстрайк. Вот пойдем по вот этому списку, я думаю, и все будет у нас очень простенько. Для того, чтобы заюзнуть санстрайк, у нас нужно применить комбинацию из трех сфер, это у нас именно Е, 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 нажимаем R и ход К у нас способности Т. Вот такая вот у нас небольшая ауешечка радиусом 175 единиц и куда мы можем ее направлять? У нас глобальное применение по всей карте. Куда хотите, туда и стреляете этим санстрайком. Происходит вот такое вот взрыв и там наносится урон. Данная способность позволяет очень сильно контролить карту, кого-то добивать, ну и, конечно же, использовать как вам захочется. У нас тут имеется определенный КД и, конечно же, определенный радиус. Радиус этой способности 175 единиц, то есть для того, чтобы кого-то убить, вы, конечно же, вот так вот в радиусе 175 единиц должны попасть. У нас тут существует определенная задержка. Задержка у нас составляет 1,7 секунд, то есть вы нажимаете и через 1,7 секунды у вас взрыв вот этот идет и, конечно же, наносит урон. Урон у нас на этой способности чистый и эта способность у нас также еще и пробивает БКБ. Давайте я вам сейчас это еще покажу. Итем Блацк, итем 230. Смотрите, Шторму сейчас кидаем под ногу, нажимаем БКБ и Шторму все равно через БКБ наносится огромное количество урона. Но в зависимости от уровня прокачки у нас урон, конечно же, на санстрайке разный. Сейчас мы его будем разбирать. Выезжает табличечка, смотрите, радиус 175, задержка 1,7, урон 100, 162,5, 225, 287, 350, 412, 475 и 537,5. Это у нас с агонимом. Конкретно у меня сейчас седьмой левел экзорта и есть агоним. Соответственно, у меня сейчас восьмой левел экзорта получается, образно говоря, и 537,5 урона мы можем спокойно санстрайка нанести. Как видите, залетает и очень много хп сносит. Это реально жесткая тема. В чем минусы санстрайка, спросите вы? Минус санстрайка в том, что этот санстрайк у нас делит урон. Делит он урон тоже по другой табличечке. Мы сейчас это разберем. Чем больше народу стоит, крипов, неважно, крипов, героев, тем больше, конечно же, идет вот это разделение урона санстрайка. Вот эта табличка выезжает, смотрите, 2, 3, 4, 5 юнитов. Если стоит и 5 юнитов, то, соответственно, 107 урона вы всего нанесете санстрайка, но зато чистого и по-честному. Вот такая вот тема. Перезарядка данной способности у нас 25 секунд и монокос 175 маны. Очень простенькая способность и очень хорошая. Я обожаю санстрайк тем, что санстрайк позволяет очень хорошо контролить карту и, конечно же, в случае, если вы кого-то добьете, где-то на конце другой карты вы получаете золото и экспириенс. Это очень круто. Поехали на следующую способность. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже это Хаос-Метеор. Комбинация сфер у нас Е, Е, В, Р и появляется у нас вот такой вот метеор, ходки у нас Д. Дальность применения у нас 700 единиц и радиус поражения 275 единиц. Задержка приземления 1,3 секунды и давайте заюзаем и посмотрим, что будет происходить. Идет звуковое сопровождение, падает такой метеор и наносит очень много урона, после чего ДПС-ит и, конечно же, прекращает свое действие. Как то, что работает, я вам чуть-чуть позже расскажу. Давайте пройдемся по основным моментам. Дальность применения, как я сказал, 700 единиц. И, конечно же, так как у нас эта способность имеет небольшую задержку, то тут нужно уже подлавлять оппонентов и, конечно же, играться с этим метеоритом очень аккуратно, потому что это основной урон нашего героя. Что нужно тут нам знать? Что дэмэдж у нас от метеорита будет зависеть напрямую от экзорта и, конечно же, дальность проката вот этого метеорита будет напрямую зависеть от векса. То есть, если у нас способность составляется из двух вот этих комбинаций, то, соответственно, из учета этих двух комбинаций у нас и будет складываться конечный эффект этого спела. Смотрите, основные моменты. Данный метеорит наносит несколько типов урона, а именно, ну, то есть, не типов урона получается, то есть, не может он нанесить физический и магический, допустим, а несколько моментов по нанесению урона данный метеорит у нас имеет. Как вы могли обратить внимание, когда метеорит попадает в цель, он наносит большое количество урона, а потом еще идет такая жесткая ДПСка и, смотрите, она прекращается потом, то есть, идет тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык и идет. В общем, смотрите, что у нас тут есть. У нас тут есть основной урон, который у нас будет получать юнит, если он будет в радиусе 275 единиц и идет дотка, которая у нас не имеет количества и, ну как, она имеет количество, она имеет определенное количество, она, по-моему, стакается до 11 раз с аганимом и она не имеет определенного времени, то есть, она может перебафоваться, то есть, от этого горения, которое вы в конце видите, это горение может иметь такой перебаф, то есть, посмотрите, оно начинает постоянно душить и в течение трех секунд после того, как вы первый раз коснулись метеоритом оппонента, оно первый раз активируется, второй раз, когда касается метеорита, второй раз активируется, третий, пятый и так может активироваться до 11 раз и, конечно же, не перебафоваться, а настакивается из-за этого по метеориту лучше не ходить, потому что будет огромное количество урона вам наноситься. Давайте Абадон пропишем где-то, ну, образно говоря, ну, 200 сил, вот 5000 хп у него, смотрите, если он побежит по метеориту, сколько ему дамаги нанесется, посмотрите, он на себе настакал, столько там, смотрите, его просто подожгло, ну, и в совокупности 1000 хитпойнтов, извиняюсь, ребятки, у него улетел, но у него хапориген еще хороший, но не суть. В общем, давайте посмотрим теперь по табличке, надеюсь, вы поняли, как метеор у нас дамажит, и, в принципе, дамажит он магическим уроном, худой пайпы все смягчает, бкб не работает, и, конечно же, сейчас разберем еще некоторые нюансики, по ходке я вам также сказал, что ходки D, смотрите, табличка выехала, давайте разбирать поподробнее, дамы с применением, 700 единиц, радиус 275, дистанция прохождения от векса, это именно та дистанция, которая будет у нас проходить метеор, когда он упадет и будет катиться, дистанция от векса, 465, 615, 770, 902, 1070, 1220, 1370, и с агонимом на 1500 у вас метеорит будет вот так катиться, катиться, катиться и укатиться куда-то там, при этом он все это время будет дамажить и вот так вот катиться, это очень жестко, смотрите, время до приземления 1,3 секунды, это именно тот тайминг, который вам нужно знать для того, чтобы попадать этим метеоритом, между и нанесением урона интервал у нас также есть, который я и говорил, то есть в 1,05 секунд вам будет наноситься, если вы будете приезжать, бежать по метеору, будет наноситься определенный урон и при этом еще будет накидываться дебаф, который вы, по-моему, не можете задиспелить, давайте мы сейчас это проверим, минус итем, дифу, диф, минус итем, 242, по-моему, этот дебаф задиспелить нельзя, так как он не имеет статуса, смотрите, дотка на вас повесилась, нет, по-моему, он диспелится, да, сейчас сразу разберем, просто я сам не знаю точно, диспелится он или нет, да, он диспелится, этот дебаф, который у нас не имеет статуса, он диспелится, то есть это горение, которое идет после метеорита, вы можете его задиспелить, этот момент поняли, далее, смотрите, урон от приземления у нас есть и урон от ожога, урон от приземления это тот урон, который вы будете получать стопроцентно и независимо от того, настакается он или нет, то есть тут нету стака на этот урон, есть стак только на ожоге, смотрите, поехала тема, 57,5, 75, 92, 110, 127, 145, 162 и 180 урона вы будете получать, когда просто будет метеорок по вам катиться, каждые 0,5 секунд в этот интервал вы будете получать этот урон, 180, 180, 180, вот так вот, и конечно же далее на вас будет накидываться дотка, 11,5, 15, 18, половина, 22, 25, половина, 29, 32, с половиной и 36 урона вот эта дотка будет настакиваться до 11 раз, это очень-очень-очень жесткая тема, ну и конечно же длительность вот этого ожога одного у нас составляет 3 секунды, то есть вот эти дотки, которые стакаются до 11 раз, они могут в течение 3 секунд вот так вот складываться и то есть вам очень много может урона нанести и конечно же вас это убьет, маны требуются для сброста метеорита 200 единиц и конечно перезарядка у нас 55 секунд, очень большая перезарядка, но ничего страшного, в принципе по метеориту тут все уже понятно, главное держать тот расчет, что у вас демеш от метеорита зависит от экзорта и дальность проката зависит конечно же от векса, ну и в принципе все, погнали на следующую способность. и так ребята, следующая способность, которая у нас есть на инвокере, это конечно же форжет, спирит, давайте прокачаем их, накачаем и конечно же создадим. Комбинация для создания форжетов спирит, Е, Е, К, нажимаем, нажимаем Р и появляется у нас вот такая вот иконочка, нажимаем Ф, это у нас ход кейфоржетов и сразу же они нам даются под контроль и выходят вот такие демоноиды, конечно же, и они что-то имеют, у них есть какая-то способность и у них основная тема, они имеют определенный дэмэдж, определенную дальность атаки, определенные хитпойнты, определенную ману и конечно же определенный армор. Так как у нас экзорт и квас являются основными сферами для создания этих форжей, у нас тут будут определенные критерии, то есть экзорт будет что-то улучшать и квас будет что-то улучшать для вот этих вот у нас демоноидов. Ну и конечно же при атаках демоноиды у нас будут снимать армор на 5 секунд, то есть вот так вот ударили, 5 секунд у нас будет снят армор, еще раз ударяют и конечно же перебафывают и вот так вот могут настакивать урон, то есть если вот сейчас они перестали бить, то через 5 секунд у нас армор упадет. Одна тычка форжета, одна у нас идет в минус 1 армор, то соответственно форжеты могут вот так постоянно накидывать, накидывать, накидывать и там снять до 20 армора, ну просто 20 тысяч допустим нанести, главное попадать в интервал 5 секунд это такой основной момент что же поехали по табличке смотрите выехал табличка ребятки количество духов 1112 то есть в начале вам будет доступен только один дух как получить двух духов спросите вы вам нужно вкачать квас в 4 леву и экзор тоже в 4 леву если у вас будет квас 3 леву а экзор 4 то у вас создастся один поржет вы обязательно должны вкачать квас и экзор в 4 леву а только тогда вам будет доступно 2 пор что в противном случае только один но или если у вас квас 3 и экзор 3 но есть аганим а как мы знаем аганим добавляет по одной сфере то соответственно сможете вы создать пор что все очень просто смотрите урон духов напрямую зависит от экзор то урон духов на первом ловле 29 на втором 38 и так далее 40 75 65 74 83 92 урона хаосом хаос урон это урон который игнорит весь тип брони то есть вот тут у нас геройская защита и то что там написано у оржи до 92 урона по идее так и должно считываться по моему на геройски все равно там идет какое-то смягчение но это мы опять таки проверим и это развеем далее смотрите дальность атаки духов зависит от кваса чем выше у нас квас тем больше дальность атаки форжетов 300 дальность атаки 365 430 495 560 625 690 и 755 дальность атаки форжетов здоровье духов зависит от экзорда 300 400 500 600 700 800 900 и 1000 хитпоинтов на ласт левеле от экзор то есть если экзор будет ласт левела плюс аганим то 1000 хп будет у форжета мана духов зависит от кваса 100 150 200 250 300 350 400 и 450 маны на ласте броня духов от экзорда 0 1 2 3 4 5 6 и 7 армора будет у нас у форжета на ласт левеле экзорда длительность духов зависит от кваса 20 30 40 50 60 70 80 и 90 секунд при этом требуется маны чтобы создать форжетов 75 и перезарядка у нас 30 секунд если вы откатите форжетов то есть они у вас бегали где-то там убивали и снова захотите их создать они у вас не стакнутся то есть если у них увеличенная длительность то есть жизни то есть у них 90 секунд длительной жизни до на ласте по квасу то конечно же если вы перекастуете у вас не будет 4 они у вас просто перебавка ваются и конечно же появляются рядом с вами строго всегда рядом с вами у вас они появляются и конечно же можно ими души как работает минус армор от этих форжетов я рассказал принципе тут ничего сложного нету далее давайте проверим хаос тип урон и тип урона и тем давайте пропишем платье и тем платье и тем то вообще можно и тем платье x3 вот так вот сделаем допустим 50 урона 50 армора смотрите смягчается все равно да смягчается значит это не работает здесь дайте скорее всего это будет работать только только в каких-то в кастомках но ребятки можете меня поправить можете я и ошибаюсь насчет этого типа смягчения потому что я точно не помню как это работает можете напомнить в комментариях если хаос атака как видите отчеты не можешь подобрать логу подбери не подбирает прикиньте среди оп подобрал то есть хаос атака она все-таки тут так не работает то есть хаос атака она игнорит все типы брони но видимо кроме геройской защиты потому что тут как бы ну это вся тема есть но тут смотрите хаос атака дает 40 процентов дамаги фортифайт армор то есть фортифайт армор насколько я знаю это вот вот этот вот защита которая по зданиям и только 40 процентов она наносит по зданиям но героям должна наносить вроде сотку не знаю поправьте по идее должно быть так но как видите на тесте тут совсем все по-другому совсем все по-другому и дамага наносится конечно же не так как должна но не суть в общем разобрали мы ребятки форджетов по табличке если что ориентируйтесь и погнали next вы способность обозревать следующая способность на нашем персонаже это них это конечно же call snap кукуку нажимаем преобразуем r и походке y у нас появляется такая вот способность нажимаем фотки дальность применения способности 1000 единиц давайте закинем шторма и вот так вот ему нанесло урон и какой то у такой эффектик раз и пропадает о чем это говорит сейчас вам скажу как это работает я также вам скажу когда вы накидываете cold snap вы сразу микрос там даете оппоненту и когда вы атакуете оппонента он постоянно микро станется и получает определенное количество урона в зависимости от уровня прокачки что у нас есть у нас тут есть интервал микро стана у нас есть тут конечно же время микро стана у нас и тут урон от этого микро стана ну и конечно же длительность эффекта вот этого cold snap а ну и потом пробежимся по некоторым фишечкам у нас cold snap напрямую зависит полностью от кваса то есть если у нас составляющая по квас то соответственно от кваса полностью будет все работа смотрим табличку дальность применения 1000 урона заморозки 7 14 20 28 35 42 в руке и 56 единиц урона когда вас вы будете триггерить cold snap то есть будете наносить какой-то урон или крипа будут наносить или радиенции или кто-то союзник нанесет урон персонажу на котором висит cold snap у него будет вот этот триггер срабатывать он будет получать тот бонусный урон и микро стан вот такая тема микро стан у нас будет длиться 0 4 секунды перезарядка вот этой вот этого микро стану у нас имеется также чем сильнее у вас квас вкачан тем быстрее этот микро стан будет перезаряжаться то есть персонаж будет еще так сказать быстрее входить в этот микро стан снова и снова смотрите 077 074 071 69 66 63 60 057 секунд перезарядка этого микро стана то есть длительность 04 перезарядка 057 сколько там получается 013 блин сколько секунд или сколько миллисекунд получается вот этот кд получается вот персонаж постоянно будет вот так вот колдс на пи это конечно очень будет неприятно но и самое прикольное конечно же длительность этого колдс на по 3 3 5 4 4 5 5 5 5 и 5 6 и 6 половиной секунд вы будете под агонимом держать оппонентов колдс на 6 половиной секунд персонаж просто будет сбивать все чаннелинги тпшки очень неприятная тема магический урон тут у нас наносит соответственно худой пайпы все смягчает на бкб это способность не работает эта способность у нас будет требовать 100 единиц маны и перезарядка у нее составляет 20 секунд эта способность отлично работает в линку я очень часто практикуя и вам тоже как бы говорю такую фишку что а эта способность у нас работает в линку она сбивает линку при этом еще полностью работает я постоянно этой фишкой пользуюсь против всяких виверов и прочей всякой темы которую тяжело поймать кидайте колдс на поднимаете допустим на торнадо и даете весь проказ метеоробласты вивер улетает и он потом и а почему линка не сработало очень кстати годная тема не сбивать и улом там или торнаде ком и конечно же забивать колстопом самая крутая фишка ну и что же друзья в принципе все по колстопу поехали на следующую способность следующая способность на нашем персонаже это конечно же гоуст волка это у нас куку вы нажимаем r и преобразуется от у нас вот такая вот способность нажимаем фоткей п и инвокер мгновенно заходит в инвиз то есть если есть у кого-то там допустим у баунти хантера фейтайм у реки мару фейтайм то инвокер мгновенно просто сразу же исчезает и заходит в инвиз этот инвиз у нас будет работать из нескольких составляющих так как у нас инвиз qqv соответственно из-за кваса и из-за векса будут какие-то бонусы в этом инвизе смотрите данная способность у нас имеет несколько моментов такой момент как видите если вы подходите в радиус к оппонентам на 400 единиц крипом к героям то вот такой вот эффектик появляется и герои начинают замедлены замедленно двигаться и посмотреть такой эффект такие типа знаете морозилочка какая-то идет и если инвокер отходит подальше что все с них замедление спадает и они конечно бегают спокойно но если они либо подходят в радиус либо мы сами подходим то конечно же мы замедляем оппонентов сколько длится этот инвиз это длится инвиз бесконечно сколько вы хотите столько не бегаете но единственно если вы нажмете или сферу или захотите кого-то атаковать то мгновенно же прекращается действие этого инвиза этот инвиз у нас перезаряжается 35 секунд если вы будете кого-то искать и потом найдете в итоге там допустим через 20 секунд вы нашли кого-то можно будет еще снова заюзать инвиз буквально через 15 то есть можно это использовать как-то так смотрите давайте разбирать по табличке табличка выезжает смотрите радиус замедления 400 единиц это я сказал замедление скорости врагов у нас тут имеется на 20 25 30 35 40 45 50 и 55 процентов если вы будете просто рядом бегать на 55 процентов будете замедлять и конечно же собственная скорость векса будет будет от векса зависит собственная скорость вернее еще такая фишечка чуть позже расскажу как вот эту тему расскажу есть чтобы бегать быстрее смотрите собственная скорость зависит от векса минус 30 процентов минус 20 минус 10 и 0 то есть что это значит если у вас инвиз будет кастоваться при вексе в первый уровень то у вас будет скорость не такая большая как должна быть то есть у вас скорость будет в минус 30 процентов но если в x у вас будет уже раз два три четвертого левела то соответственно на четвертом левеле вы уже будете в инвизе передвигаться так как вы двигаетесь образно говоря с сапогом и под в x сферами ну а далее конечно же уже с пятого левела у вас пойдет плюс бонус м с плюс 10 20 30 40 процентов передвижения то есть вы в лейтгеме сможете пойти в инвизе получить сразу же из-за того что в x у вас седьмого левела ну восьмого образно говоря с аганимом вы сможете сразу побежать на 40 процентов быстрее при этом вы еще можете перед входом в инвиз включить сферы чтобы дать вот этот активный так сказать бонус и потом конечно же улучшить его с пассивного бонуса этой способности побежать еще быстрее вот эту фишку я вам хотел под рассказать есть вот такая вот тема что вот эту тему развеять нельзя это замедление развеивается она чисто стопроцентно то есть чтобы вы не юзали вы будете все равно медленные ну и вот такая вот у нас друзья тема простенький инвиз простенькая тема требуется маны 200 единиц для того чтобы зайти в инвиз ну и пока дешки я уже сказал 35 секунд юзайте qqv и бегите куда-нибудь друзья погнали на следующую способность следующая способность на нашим персонаж друзья это стенка это айс вол у нас кукуе комбинации давайте закастуем кукуе р и нажимаем окей g и перед вами в расстоянии от вас 200 единиц появляется вот такая стенка эта стенка замедляет эта стенка наносит урон когда вы находитесь стенки располагает дебаф и конечно же стоит определенное количество времени так как у нас тут составляющий из двух сфер а именно из кваса и экзорта то эти сферы будут выполнять свою работу экзорт будет выполнять работу наносящие урон во время нахождения в этой стенке а квас будет делать такую тему что будет увеличить зависимости от уровня прокачки конечно же длительность конечно же будет увеличить замедление но и конечно же в принципе это все то есть длительность и замедление будет у нас увеличена смотрите давайте разберем поподробнее как у нас эта стенка работает ширина этой стенке у нас 1200 единиц то есть вот такая вот ширина 1200 радиус от этого поражения у нас 105 единиц то есть если вы подойдете в этот радиус 105 единиц вы будете получать урон конечно же вы будете получать урон зависимости от уровня прокачки но и конечно же будете очень сильно замедленный, кстати, смотрите, как урон идет 1-2-1 но когда вы выходите на вас, накидывается дебаф именно замедление и после того, как стенка пропадает и вообще, когда вы выходите с этого радиуса, а именно радиус 105 и низ, вы перестаете получать урон, вы просто замедленны то есть, в чем смысл? Вы получаете урон только в том случае если вы вот здесь прям стоите жестко в стенке и получаете этот урон но дебаф, который идет 2 секунды, после того как вы попытаетесь выйти со стенки, не наносит вам урона но очень сильно замедляет опять-таки замедление зависит от уровня кваса что ж микро моменты разобрали погнали по табличке выезжает табличка смотрите дистанция появления стены 200 то есть перед вами за 200 единиц появляется стенка то есть вот так вот 200 вот тут расстояние потом ширина вот эта ширина составляет 1200 ширина стены идет у нас вот это вот эта маленькая ауешка которая карает то есть в нее нужно входить в эту ауешку тогда вы будете оппонентом получать вернее оппонент будет получать нас будет правильнее так сказать будет получать урон и конечно будет замедлен далее урон в секунду от экзорта экзорт у нас зависит напрямую вернее стенка у нас стенку урон стенки напрямую зависит от экзорта соответственно вот эта тема вся тут и учитывается 6 12 18 за 4 30 36 42 и 48 урона вы будете наносить персонажу который будет находиться в стенке далее замедление скорости передвижения под кваса все это зависит 20 40 60 80 100 120 40 и 160 на 8 уровне кваса 160 процентов замедления то есть саганимом 160 процентов замедлений то есть как считывается это замедление если вот даже вот это замедление квас у меня в 4 очень сильно замедляет то то замедление которое будет с аганимом она будет просто лютое как эта тема учитывается учитывается базовый ms учитывается ms бонусный там со всех предметов и конечно же минусуется но как по убыванию доты все это вы знаете я это все рассказывал еще давно допустим как у венге написано плюс 36 процентов урона то есть урон считается от базового урона конечно же и потом и считывается это работает именно так далее что у нас есть длительность стены зависящая от кваса 3 4 с половиной 6 7 половиной 9 10 половиной 12 13 с половиной секунд вы сможете конечно же замедлять оппонента в случае если они туда будут заходить то есть вы поставили стенку и она будет почти 14 секунд стоять и просто не давать пройти или давать пройти но вам придется жестко замедлиться ну и конечно же длительность вот этого дебафа который располагается по замедлению он также что-то нас имеется он идет у нас 2 секунды соответственно если вы вот так вот заходите его нельзя снять также вы просто выходите и все кайфуете маны требуется для создания стенки 175 единиц и перезарядка 25 единиц блокируется иммунитетом заклинание то есть соответственно на бкбшных юнитов стенка работать не будет и конечно же наносится у нас тут магический урон в этой стенке можно очень много урона получить несмотря на те маленькие циферки которые написано все на last level 48 единиц но в совокупности с другими способностями допустим если там будет какой-нибудь устав или будет накидаться куда-то какой-то метеорит туда то там будет просто миллион урона и персонаж просто в этой стенке подохнуть поэтому стенку нужно ребятки бояться в принципе по этой способности все поехали на следующую способность следующая друзья способность которая у нас тут имеется это конечно же аллакрити для того чтобы создать аллакрити вам потребуется комбинации с w w е и нажимаем r и появляется у вас вот такая вот подковка и ходки у нас z для того чтобы использовать данную способность дальность применения этой способности 650 единиц вы можете кидать эту способность на себя вы можете кидать эту способность на своих союзников при этом ваши союзники будут иметь повышенный урон и повышенную скорость атаки урон у нас зависит от экзорта а конечно же скорость атаки зависит от векса все очень просто при этом эта способность даже у нас может Накидываться в БКБшных юнитов, насколько я помню Если честно, вот тут соло лобби, это на самом деле может работать криво Но я помню, вот уверен на 90% что на БКБшных юнитов в игре я закидывал эту способность И все отлично работало Вот такая вот приколюха Ну и что ж, давайте разбирать основные моменты по Алакрити То есть вы бафаете Алакрити и начинаете бить больно и бить очень быстро Давайте посмотрим по табличке, как у нас все меняется Выиграет табличка и смотрите Дальность применения 650 Дополнительная скорость атаки, зависящая от ВЕКСа 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 единиц с Аганимом И конечно же дополнительный урон у нас 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 также То есть кидая Алакрити вы очень жестко бафаете своих союзников, конечно же, или себя И конечно же в течение того времени, которое вам отведено А именно на 9 секунд у вас бафается Алакрити Вы конечно же можете очень сильно раздамажить и очень много создать проблем для оппонентов С руки плюс там Алакрити плюс колдснап, допустим, очень жесткая комбинация, можете просто убивать Также требуются маны для этой способности 45 единиц и перезарядка у нас 15 секунд Вот такая вот у нас приколюха На БКБшных, как я видел, закинул на своего союзника и все отлично работает В принципе тут больше нечего рассказывать, просто кидаете и душите Поехали на следующую способность Следующая способность на нашем персонаже, братцы, это, конечно же, торнадо Хотей у нас на торнадо X Для того, чтобы преобразовать торнадо, нам нужно нажать ВВК, Р И, конечно же, появляется вот тут такая вот иконочка Давайте покажем ВВК, Р И, конечно же, вот он переместился, торнадо у нас Для того, чтобы его заюзать, нужно нажать X и указать, куда ему лететь Давайте заюзаем, потом посмотрим основные моменты и расскажем, что у нас там, что к чему Смотрите, летит такой торнадо, поднимает у нас вот так вот персонажи Поднял, нанесло ему урон и, конечно же, все, действие закончилось У нас тут, так как у нас основной момент, это По сферам торнадо создается из ВВК, в основном ВВК, то есть, да, правильно То у нас будут тут многие моменты зависеть от ВВК, от кваса Будет зависеть самый минимальный момент А именно от кваса у нас будет зависеть длительность вот этого тайминга в полет Вот он летит, персонаж летит и опускание То есть, вот этот тайминг, пока персонаж будет в воздухе, будет зависеть именно от кваса Дальность применения и урон у нас будет зависеть напрямую от ВВК Но это мы разберем по табличке Смотрите, при юзании вот этого торнадо у нас дальность применения вообще написана 2000 единиц Но торнадо у нас летит в зависимости от того, какой у нас левел на ВВК То есть торнадо может лететь до 3600 расстояния. Но это мы опять-таки разберем по табличке. И, конечно же, тайминги, которые нам нужно знать при юзании торнадо, будут зависеть от уровня кваса. Это также разберем по, конечно же, табличке. Ну что ж, табличка ожидаемо выезжает. Я уже просто, ребятки, с ума схожу. Я вот сижу с 9 утра и пишу до сих пор теорию. Я надеюсь, вы хотя бы ее не скипаете и смотрите. Напишите в комментариях, кто дошел до торнадо, ребят. Ну реально. И поставьте, пожалуйста, лайк. А то я просто жесть как устал уже. Не судим. Смотрите. Дальность применения торнадо. 2000 единиц. Это условно. То есть мы можем нажать и торнадо туда полетит. Далее у нас радиус торнадо 200 единиц. То есть радиус вот этого зацепа. То есть в радиусе 200 единиц будут все подвержены вот этому зацепу торнадо. И будут подняты. И когда они опустятся, нанесется им урон. Далее, смотрите. Дистанция прохождения, зависящая от ВЭКСа. 800, 1200, 1600, 2200, 2400, 2800, 3200. 3600, дальность вот этого пролета торнадо, зависящая от ВЭКСа. Потом базовый урон. Базовый урон это значит то, что независимо от того, какого левела у вас ВЭКС, у вас всегда торнадо нанесет 70 урона. Далее, дополнительный урон от ВЭКС. 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 и 360 единиц урона вы нанесете, когда у вас будет уже 8 левел, так сказать, с агонимом на ВЭКСе. Это очень прикольно. Можно нанести в совокупности до 430 урона. То есть 70 плюс 360, 430 урона вы сможете спокойно нанести с торнадо. И, конечно же, длительность закручивания. Это то, что нам необходимо знать. Это зависит от кваса. То есть это тот самый тайминг задержки воздуха. 0,8, 1,1, 1,4, 1,7, 2,0, 2,3, 2,6. 2,9 секунды вам нужно будет отсчитывать для того, чтобы по таймингу что-то давать. То есть на 2,9 секунды будут отправляться юниты вот в этот вот полет, конечно же. И будут опускаться через это время. Маны требуются у нас для создания торнадо 150 единиц и перезарядка 30 секунд. На БКБшных юнитов эта способность не работает. Развеять. Говорят, что можно развеять эту способность. Див, смотрите, минус ИТМ. 2,4,2. Но это как ИУЛ, в принципе, должно идти. Абсолютно так же диффузон должно сниматься. Снимается диффузон. То есть союзник спокойно может снять. Или оппонент, или союзник могут спокойно задиспелить этот торнадо. Ну и, в принципе, по торнадо тут все. Я все рассказал по табличке, если что, можете посмотреть досконально. В принципе, поехали на следующую способность. Следующая способность на нашем персонаже, ребятки, это, конечно же, ЕМП. Для того, чтобы сделать ЕМП, нам нужно нажать WWW, нажать R. И вот появляется у нас вот такая тема. Дальность применения ЕМПшки у нас составляет 950 единиц, радиус 675. Давайте заюзаем и посмотрим, что у нас будет происходить. Юзается вот такая штука и идет какой-то каст, накапливается энергией и взрывается. Смотрите, нанесло урон и ману сожгло. Смотрите, и при этом мана еще восполнилась нам. Это основное действие этой способности. Сжечь ману оппонентам, нанести урон и восполнить ману нам. Задержка вот этого кастования, можно сказать, но не кастования, а подготовки способности у нас составляет 2,9 секунд. Данная способность у нас наносит чистый урон в зависимости от того, сколько она сожгла маны. Там идет процентовочка. 50% от сожженной маны наносит урон. Как сжигает способность эту ману, сейчас будем разбирать по вот этой табличке. Поехали, ребятки. Смотрите, дальность применения 950, радиус 675, задержка 2,9 и сжигание маны, зависящее от векса. Так как у нас способность полностью состоит из сфер W, а именно сфер векса, то способность полностью зависит от векса. Далее, смотрите, 100, 175, 250, 325, 400, 475, 550 и 625 единиц маны сожжет данная способность. И естественно, от сожженной маны 50% преобразуется в урон. И нам восстановится от сожженной маны 50%. Все очень просто. В совокупности, данная способность может нанести на ласт левеле до 375 урона чистым, чистым уроном. То есть 625 маны, если сжигает, то 375 чистого урона нанесет оппонент. И нам восстановит маны равным количестве 312 единиц. Почему 312? Не знаю. Ну, потому что вот есть еще вот такая табличка, что написано, может восстановить и может нанести. Немного меньше она восстановит, но не суть. Данная способность у нас требует маны, конечно же, 125 единиц, чтобы ее завязать и перезарядка вставляет 30 единиц. Очень сильная способность и очень привлекает то, что эта способность наносит чистый урон. И эта способность очень сильно контрит всяких леориков, всяких медуз горгоновичей и всякую прочую вот эту ересь. На БКБшных юнитов, естественно, работать не будет, но и, в принципе, по этой способности. Все, поехали на следующую способность. А также еще, кстати, бьет в инвиз. И причем неплохо. Ну и Торнадо также, кстати, еще поднимает. И Метеорит бьет в инвиз, и Санстрайк бьет в инвиз. И Стенка инвизных замедляет. Кстати, я еще чуть не забыл. И еще Гост Волк тоже замедляет инвизных. Так что поехали на следующую способность. Сейчас Бласт будет. Бласт тоже, если что, бьет в инвиз. И очень сильная способность. Итак, ребята, следующая и крайняя способность на нашем персонаже. Это, конечно же, Дефенинг Бласт. Для того, чтобы его создать, вам необходимо проделать комбинацию КУ, В, Е. Эта способность у нас работает из составляющих всех трех сфер. И, соответственно, чем сильнее у вас сферы, тем сильнее вы сможете и задезейблить, и надамажить, и сильнее оттолкнуть. И, конечно же, как получается, обезоружить еще оппонента вы сможете с помощью этой способности. У этой способности очень много всяких нюансиков, поэтому сейчас будем разбирать. Во-первых, что нам нужно знать? Ход Кей у нас в данной способности, так как мы ее создали из КУБа Е, преобразовали Ркой. И теперь у нас есть ход Кей Б на данную способность. Дальность применения этой способности 1000 единиц. Вот так вот закидываем, и в персонажа залетает эта способность. Вот этот вопросик сигнализирует о том, ой, не вопросик, восклицательный знак, сигнализирует о том, что оппоненты обезоружены. Далее, какой момент у нас идет? Следующий момент, что персонажа немного оттолкнуло. Ну и, в принципе, все. На данный момент у нас все. Смотрите, так как у нас дальность применения 1000, и у нас еще дальность полета получается 1000. То есть она сразу, эта способность летит на максимальное расстояние. У нас имеется тут начальный и конечный радиус. Начальный радиус 175 единиц, то есть вот здесь вот он начинается, и вот здесь вот заканчивается. Конечный радиус у нас 225, соответственно, он немного больше. То есть в начале инвокер без прокаченного QVE до шестерочки, до шестерочки без аганима, не имеет способности, получается, до шестерки, да? Да, до шестерочки. Если у вас квас, векс и экзорт шестого левела и есть аганим, тогда вы сможете воспользоваться круговым бластом. Но не сможете воспользоваться вот этим бластом, который у вас есть в самом начале. И наоборот. То есть вот этот бласт, этот бласт у нас самый простой, конечно же, и он дается на всех левелах. Но когда у вас уже инвокер будет иметь прокаченные спеллы QV и E на шестерочки, и, конечно же, будет у него аганим. Но если аганима не будет, то обязательно вкачать до седьмых левелов. Тогда у вас будет вот такой вот круговой бласт. Его мы тоже чуть-чуть разберем позже. Сейчас сначала разберем до конца вот этот бласт, который дается без доступности прокачивания вот этого вот всего процесса. То есть если у вас сферы недокаченные, ребята. Поэтому такая тема. Далее, смотрите, что у нас тут есть. У нас тут есть определенный урон. Далее у нас тут есть дистанция толчка, есть время этого толчка и, конечно же, продолжительность обезоруживания. Это сейчас мы будем уже разбирать по табличке. Выезжает табличка. Поехали. Дальность применения, начальный радиус, дальность прохождения и конечный радиус мы с вами разобрали по этой табличке. Смотрите, теперь урон, зависящий от экзорта. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 и 320 единиц. Далее, дистанция толчка, а именно вот этот вот относ, который у нас дается. Он зависит у нас напрямую от кваса. Смотрите, как работает. То есть, 45, 80, 8, 130, 371, 205, 242, 274, 302 единицы расстояния. Будет относ. То есть, на 300 единиц вы сможете откинуть оппонентов с агонимом. То есть, на ласт левеле, на восьмом левеле, так сказать, у нас кваса. Следующий момент. Продолжительность толчка. То есть, время вот этого относа. То есть, когда вас откидывает, вы ничего не сможете нажать. Короче, есть такая механика, которую нужно знать на инвокере. Во время того, когда на вас юзается бласт, вы имеете вот эту продолжительность толчка. И, к сожалению, в это время вы можете ничего не успеть нажать. То есть, вы не сможете даже БКБ нажать. Вообще ничего. То есть, есть вот такая механика, которая блокирует вообще какое-либо нажатие. Чтобы вы не нажимали, вы не сможете ничего нажать во время вот этого толчка. Это время толчка у нас составляет 0,25, 0,5, 0,75, 1,125, 1,5, 1,75 и 2 секунды на ласт левеле. То есть, 2 секунды с агонимом вы не сможете вообще ничего нажимать. То есть, если на вас инвокер даст бласт, 2 секунды проходит. Только после этого вы сможете что-то нажимать и как-то двигаться. То есть, вы сможете как бы двигаться, у вас герой будет поворачиваться. Но ничего нажать и ничего сделать вы не сможете. Ну и, конечно же, у нас остается только время обезоруживания, которое зависит у нас от векса. 1,25, 2, 2,75, 3,5, 4,25, 5,75 и 6,5 секунд обезоруживания будет на оппонента. То есть, 6,5 секунд вы не сможете атаковать никого. У вас не будет рук. Получается так. Требуются маны для того, чтобы заюзать бласт 200 единиц. И, конечно же, перезарядка 40 единиц времени. Вот такая вот у нас тема. Касаемо вот этого бласта, который у нас идет круговой. Ребята, опять-таки, поясняю, как мы добиваемся кругового бласта. Круговой бласт доступен в тот момент, когда у вас квас, векс и экзорд, все наши три составляющие сферы прокачаны до 6 левела с аганимом. Так как аганим дает нам плюс 1 левел ко всем вот этим сферам, то, соответственно, до 6 левела вам не будет доступна эта способность. Когда у вас будет аганим и 6 левелы по всем сферам, вы сможете спокойно пользоваться этой способностью. Но или если у вас нет аганима, но все способности уже вкачаны до 7 левела, то, соответственно, для вас также будет доступен этот бласт. Тут не фишка в аганиме, понимаете, тут не в аганиме фишка самого вот этого вот бласта. Тут сама фишка в том, что когда инвокер уже прокачает все свои скиллы, то есть квас, векс и экзорд до 7, тогда у него доступен вот этот бласт. Но эту тему можно обходить и докачивать до 6 левелов, конечно же, и иметь просто аганимчик. Вот такая вот тема, ребятки. Что ж, в принципе, в принципе, по бласту у нас тут все понятненько. Я надеюсь, вы поняли полностью теорию на данного персонажа. И, конечно же, в принципе, наверное, стоит перейти уже к третьей части, а именно к прокастам каким-то, которые мы будем комбинировать. Я покажу прокасты для новичков, прокасты для чуть-чуть продвинутых. Ну и, в принципе, все это мы чуть-чуть поюзаем и пойдем уже, я думаю, на практику. По бласту, я думаю, тут все понятно. Бласт у нас работает так, что на бкбшных он не сработает. Он наносит у нас магический урон и, в принципе, тут более рассказывать нечего. В принципе, погнали, ребятки, на третью часть. Сейчас немного покастуем, а потом пойдем, конечно же, и поиграем, наконец-таки. Погнали. Итак, ребят, что ж, мы зашли сейчас в соло-лобби. И, конечно же, стоит немного разобрать инвокера для новичков. Инвокера, конечно же, для немного продвинутых ребят. И, в принципе, расскажу фишки, которыми я пользуюсь. Я, в принципе, рассказывал их уже в прошлом гайде, но не стоит. С чего стоит начинать учиться на инвокере? Три основных кнопочки, которые вы должны давать на инвокере. Это в начальной стадии игры. Именно это у нас Sunstrike, Blast и, конечно же, Meteor. Это наши основные способности, которые мы будем юзать. Как это будет выглядеть? Примерно вот так. Выставляем EEEEV и подготавливаем. Поднимаем оппонента на UL, выгадываем тайминг. Нажимаем вот так вот кнопочки и даем туда весь вот этот прокаст. То есть, тут самое главное, это немного выучить вот эти тайминги UL, тайминги UL 2.5, Sunstrike 1.7, Meteorite 1.3. Конечно же, все приземляется, падает и, конечно же, отталкиваем. Вы можете постоянно юзать эту тему и у вас будет получаться наносить очень большое количество урона, конечно же. И вы сможете очень легко убивать каждую. Вы можете делать вот такую вот тему. Допустим, смотрите, поднимаете на торнадо, делаете вот так вот, допустим. И на Sunstrike вы можете оттолкнуть торнадиком. Но тут немного в тайминг не попал, потому что нужно еще рассказать и все это продумать, как это делать. То есть, я на самом деле не знаю, как я буду сейчас дальше вам все объяснять и рассказывать. Но я думаю, по ходу дела разберемся. Смотрите, то есть, к чему я это говорю. То есть, если у вас получается такая ситуация, что ваш персонаж идет, вы хотите напасть, и вот этот парень, оппонент, он стоит где-то, крипится в пачке крипов, аккуратненько, это милишник, то вам можно воспользоваться такой темой. Если вот тут много крипов находится, для того, чтобы не поделить Sunstrike дэмэдж между героем и этими крипами, вам можно будет сделать такую тему. Допустим, вы кидаете вот так вот, даете немного позже по таймингу и отталкиваете бластом на этот Sunstrike. То есть, можно вот такую тему делать. Этот прокаст является самым простым прокастом для новичков. Далее, какие прокасты у нас еще есть? Есть лайнинговые прокасты, которые вам будут помогать убивать оппонентов. Инвокер это мидер, соответственно, как я иногда пользуюсь. Либо вы пользуетесь дефолтным прокастом через Торнадо и Метеор. Вам там самое главное это выгадать ранние тайминги. То есть, на ранних левелах Торнадо чуть ли не сразу надо закидывать туда Метеор, потому что Торнадо поднимает буквально на маленькое количество времени. И, соответственно, вам либо игра через Торнадо и Метеор, либо игра через Cold Snap и Торнадо. То есть, вы кидаете сначала Cold Snap, потом поднимаете на Торнадо. У вас уже заготовленный Метеор. И, конечно же, после того, как оппонент у вас опустится, этот Cold Snap еще будет работать. И вы Метеоритом четко все сделаете. Как юзать правильнее способности будет? Знаете, как я делаю кнопочки все? То есть, как мне удобнее на инвокере играть? Для того, чтобы закидывать много кнопок, вам нужно заранее это подготовить. Вот эти кнопки. То есть, смотрите, как я подготавливаю проказ для новичков. То есть, очень часто я беру так, ЕЕВ, ЕЕЕЕ. И, конечно же, можно наюзать сразу заранее КУВЕ. И, конечно же, когда вы наюзаете Sunstrike, то есть, вы сразу можете нажать R, и у вас способность следующая уже подготовится. То есть, вы замените Sunstrike, передвинете Метеорит на место Sunstrike, и появится у вас Бласт. То есть, я сейчас нажал TR, и у меня уже остаются две готовые способности, которые я могу спокойно кинуть, и все. Это не составит никаких проблем. Что ж, эту тему мы разобрали. Проказ через Cold Snap и... Проказ через Cold Snap и Торнадо мы тоже разобрали. Он вам будет помогать на ранней стадии забирать оппонентов. Дефолтный проказ через Торнадо и, конечно же, Метеорит на Миду, который вы также можете использовать. Подловили, потычковались с оппонентом, опа, даете ему Торнадо, кидаете туда Метеорит, и нажимаете КУ-КУ-КУ, и нажимаете Cold Snap. Также оппонента вы, по идее, легко Миду должны убить. Но, опять-таки, тут все зависит от левела вашего, от левела оппонентов, от левела раскачанного, и как вы качаетесь. Это касаемо экзортовых инвокеров, сейчас идет конкретно тема. Далее, как я даю 4 кнопки сразу, то есть, если мы уже играем через более продвинутого инвокера. То есть, если ранний инвокер, которого мы сейчас разбирали, он имел у нас такую специфику, что это инвокер для новичков через EUL. То есть, самая простая комбинация из трех кнопок, это для новичков, с нее стоит начинать. Далее, играем на инвокере для продвинутых. У нас ставится такая раскладка, при этом, первый, должно стоять ЕМП, и второй, конечно же, торнадо. Что мы должны далее сделать? То есть, как запихнуть 4 кнопки сразу? Мы подготавливаем ЕЕВ. Нажимаем X, R, нажимаем C, нажимаем D, нажимаем QV, R и нажимаем Blast. Под вот эту всю тему мы уже нажимаем. И, конечно же, оппонент у нас получает много урона. Далее, как еще раз я это делаю? Объясняю, как подготовить прокаст. То есть, вы подготавливаетесь к драке и готовите свой прокаст. Я подготавливаюсь так. То есть, я заранее ставлю ЕЕВ и прыгаю в драку с такими вот раскладками сфер, чтобы не тратить время на то, чтобы после того, как я закинул торнадо, еще нажимать ЕЕВ и нажимать там еще кнопки. Это для меня, так сказать, не профитно. Я просто нажимаю X, R. У меня уже заготовлено было ЕЕВ. Потом закидываю все остальные кнопки, даю Blast. Можно потом нажать Ку-Ку-Ку. Конечно, еще дополнительно после Ку-Ку-Е. И все. А потом уже просто поддушить немножко в этой стеночке, поднять на Юльчик, закинуть такую штуку, накинуть на себя, конечно же, Аллакрити и продолжать душить. Все. В принципе, более тут и нечего делать. Все очень простенько. Это уже более продвинутые прокасты, которые вы уже будете юзать, когда уже более подготовитесь, можно так сказать, к инвокеру, чтобы вы могли соединять уже больше кнопок. То есть, как кидать четыре кнопки, я объяснил. Вы просто подготавливаете. Можно так же и не только эти четыре кнопки кидать, можно так же и другие кнопки делать. Допустим, если вы хотите нападать на оппонентов с помощью колдснапа и коржетов, заготовьте ВВЕ заранее. То есть, вы прыгаете, нажимаете F, нажимаете R, нажимаете на оппонента, нажимаете колдснап, конечно же, и нажимаете уже Аллакрити. То есть, я не теряю особо времени для того, чтобы прыгать и там стоять, кастовать ВВЕ там, допустим, под оппонентом. И вы сразу прыгаете, у вас уже есть сразу Аллакрити. А можно желательно даже Аллакрити заранее пробафать, если вам это не сложно. То есть, допустим, Аллакрити пробафали, Ку-Ку-Ку у вас есть уже и Е-Е-Ку. То есть, тут можно так же это все подготовить. То есть, допустим, как раскладка эта должна стоять. Допустим, смотрите, вот у вас Аллакрити, Ку-Ку-Ку. То есть, вот Аллакрити у вас должно на втором месте стоять. Допустим, вы нажимаете Аллакрити, и у вас уже заранее, смотрите, Е-Е-Ку выставляем, что под коржетов. То есть, мы нажимаем Аллакрити, нажимаем R, и у вас сразу готовая комбинация. Прыгаем, и все, и душим. Дальше потом можно просто подставить туда стеночку еще под cold snap и конечно же вот эта комбинация завершится успешно В принципе тоже ничего сложного, вы также можете просто подготавливать Я обычно просто вот эти подготовки использую чаще всего под 4 кнопки, а не под другие Также как можно пользоваться EUL еще в более продвинутой теме Когда вас очень жестко душат, вас прессингуют, у вас уже не остается хп Вы можете поднять себя на EUL, нажать куку VR и уже у вас по опусканию с EUL будет инвиз или какая-нибудь другая способность Я часто использую это как инвиз, то есть для того, чтобы уйти Как я это сделал? Сейчас разберем Когда вы подняты на торнадо, нужно нажать shift Когда на торнадо, вернее на EUL, нужно нажать shift И после того, как вы крутитесь, просто вот вы в торнадо, вот в этом крутитесь Куку VR и отпускаете руку shift и у вас автоматический персонаж по спуску с EUL мгновенно создает эту способность И вам только остается нажать V и все То есть это все очень просто, это очень просто, ребят Просто нужно немного вот эту тему понимать и все То есть допустим, давайте еще раз разыграем ситуацию Шторм на нас напал, мы такие, ой, у нас лоу хп, куку VR и оп И все, и сразу мгновенно я просто успел нажать одну кнопочку и все То есть мне не нужно было после EUL делать вот такие махинации Давайте попробуем Вот после EUL мне не нужно делать такое, смотрите Мне не нужно терять вот эти 2 секунды Я просто сразу по опусканию с EUL нажимаю куку VR Также это можно делать еще и с тпшками Нажимаем там, допустим, вот смотрите Нажимаем тпшку, нажимаем инвиз, то есть сразу И инвиз у нас не сбивается, то есть тут множество всяких фишек Далее, что у нас еще есть? Какие комбинации я еще, бывает, использую? Я ставлю иногда вот такую тему Если я играю в X-овом инвокере, но в X-овом я играю очень редко Ставлю вот такую раскладку, бегу VX я не убираю и просто выходим с инвиза Нажимаем E-Q, F и все То есть это вот тоже еще одна из дефолтных тоже таких комбинаций в X-овых инвокеров Просто напасть из инвиза, это все очень тоже очень простенько Далее, теперь что у нас еще есть? Теперь мы можем немного разобрать игру с репрешером Давайте попробуем поддушить, то есть мы дадим дефолтный прокаст из четырех кнопок И подбодрим этот прокаст юзанием рефреша и скиданием еще одного метеорита Как это делается, сейчас мы досконально тоже разберем И на этом, наверное, закончим Я сильно мусолить эти прокасты не буду, потому что вы сможете эти прокасты посмотреть на практике, как это можно юзать И в принципе ничего там сложного нету Давайте ВВК, ВВВ подготовили, ЕВ есть у нас уже Нажимаем X, R, C, D, Q, V, E, R И у нас уже стоит по раскладке Нажимаем бласт, нажимаем рефрешер, еще нажимаем бласт, нажимаем вот так вот и все То есть все очень простенько То есть если вы даже, ну, не можете так наюзать это, это самое простое То есть я не считаю себя там овер жестким инвокером Но это самое простое, это очень легко юзать, никаких проблем с этим прокастом нету Что я сейчас делал, давайте досконально разбирать, как этот прокаст делается Подготавливаем ВВК, ВВВ, у нас уже подготовлена кнопочка ЕВ То есть нажали X, R, у нас уже готовые кнопочки Далее ставим C, нажимаем D, Q, V, E, нажимаем После того, как у нас уже появилась вот такая тема То есть мы уже откинули метеорит и накастовали бласт Мы можем спокойно нажать бласт, потом нажать кнопочку рефреша У нас опять доступны метеоры бласт Опять кидаем метеор, опять нажимаем бласт Можем туда поставить стеночку Если честно, я стенку всегда стараюсь после четырех кнопок давать, как пятую кнопку Потому что я считаю, что более чем профитно Потому что юниты, они находятся в таком дизейбле лютом Потому что... А что ты не летишь? А, маны нету Все, понял, базару ноль Базару жег Окей, я всегда стараюсь стенку ставить пятой кнопкой Туда после четырех Потому что юниты обезоружены Они задизейблены И вы можете спокойно подойти к ним в упор Аккуратненько поставить стеночку И создать форжетов И еще накинуть колдснап Я стараюсь это как-то юзать так Ну, в общем-то, в целом Самое вот такое вот, ну, простенькое Это вот эти четыре кнопочки соединять Нажимаем бластик Нажимаем еще раз бласт Нажимаем там Q, E, R Вот это все Нажимаем там вот эти санстрайки Колдснап под ногу Стоим, бьем Еще закидываем форжет Поднимаем такую тему То есть, как хотите, можете это разъюзывать То есть, прокастов на самом деле У инвокера очень много И эти прокасты все очень сильные Ну и, в принципе, я думаю Тут более нечего мусолить, ребят Десять минут просто так погоняли Очень много комбинаций разных Есть комбинации Типа вот как Торнадо там, допустим X, R, допустим Вот так вот делаем Создаем вот так вот Закидываем вот это тоже комбинация То есть, тоже одна из простых комбинаций Если так чисто вам нужно на расстоянии кого-то поддушить То вы можете спокойно поддушить этим прокастом Очень простенький прокаст тоже X, R Я также подготовил санстрайк Нажимаем T Вот так вот нажимаем Опа, все Выгадываем тайминг И все у нас отлично То есть, такой тоже простенький прокастник Я его тоже очень часто использую Просто закидываете на расстоянии Вы можете это делать В совокупности Нанести там 800 урона Просто через Торнадо И, конечно же, санстрайк Это, ну, это кошерно, ребят Это кошерно В принципе, все, ребят На этом Теория, наконец-таки, закончена Надеюсь, вы дождались Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк За мои старания Потому что теорию писал Очень долго История классная на героя получилась Напишите мнение по истории героя Осуждаете ли вы его или нет Он за свой народ борется Инвокер И, конечно же, в принципе, все Пожелаю всем приятного просмотра Спасибо, что смотрите Xenazos Спасибо, что ставите лайк Гоу наберем Но тысячу лайков Если на этом гайде не будет полторы тысячи лайков Мне кажется, я очень сильно расстроюсь Потому что прошлый гайд Он менее информативный И он набрал очень хорошее количество лайков Ну, я надеюсь на такой же эффект, ребят Хотя бы Хотя бы на такой же Спасибо всем, кто меня смотрит Всем приятного просмотра Не буду тянуть И, конечно же, поехали Так, ну что, ребята Загружается у нас катка Первая катка на инвокере Что ж, сейчас пробежимся по основным моментам Касающихся геймплея И сейчас мы будем разбирать всю тему Сразу забиваем мид инвокер Это у нас мид Сейчас сыграем дефолтного инвокера Который должен быть в каждой команде Если даже игрок неопытный Если даже неопытный Сразу спамим инвокера Чтобы его не забрали Забрали Хорошо Берем нулик Объясню сейчас, почему нульталисман Но сначала пробежимся по контрпикам Самый жесткий контрпик На инвокера Это, конечно же Мирубен Ассасин Потому что он бьет Очень сильно от моноберна Инвокера Очень большой прирост разума Соответственно Очень большой будет моноберн по инвокеру Это первое Второй момент Чего не любит инвокер Инвокер не любит блейдмейлов Эрнвокер не любит бкб Так как он кастует в основном магию Что он еще не любит у нас инвокер Каких-то станов Не любит очень сильно легиона Почему? Потому что легион нажимает дуэль на него Если инвокер не успевает отойти То все Это г-г Ребятки Что у нас еще не любит инвокер Инвокер не любит Недостаток маны И сайленсы не любит он тоже То есть сайленсер для него Немного проблемный Становится персонаж Потому что не дает кастовать Ну и в целом В принципе и все Инвокер легко справляется На ранней стандии В принципе с любым героем Но тяжело против Лины На миду будет стоять Но это не суть Ну и в принципе все По этой теме Смотрите далее Какой момент Хотелось бы обусловить Что лучше всего взять В начальной стадии Некоторые играют на инвокере Без аквилы Некоторые играют Через 0 талисман Как я например 0 талисман Дает вам немного Больше дэмэджа А именно То есть допустим Сфера так девятку дает А так было бы так 9-10 По-моему 11 урона Или 12 Что такое С врейсбендом Я не люблю брать Врейсбенд Потому что С ним немного тяжелее Ранних крипов Пролосхитить А как вы знаете От начальных крипов Зависит очень многое Очень многое зависит И так далее Короче смотрите Я беру в редких случаях Врейсбенд А именно в каких Если против меня Играет на рубианасасин Для того чтобы на миду Когда я против него стоял Он не сильно Сосал у меня ману То есть Тут хотя бы 9 Видите Интеллекта будет давать А так хотя бы Подождите 9-6 Нифига не уже 6 Так хотя бы 6 И будет давать Но руну нам не дают Да? Руну не дают Или дают Даешь руну Не даю Хорошо Отходим Сильно не хапаем Потому что потом придется Подзапотеть Вот Именно По таким моментам Я иногда беру Врейсбенд Именно если на рубианасасина Не будет у нас на миду То соответственно Я возьму 0 талисман Да и в целом 0 талисман Поприятнее Я так считаю Сидит на инвокере Ого Ребята у нас там Даблкил сделали Фига себе Добиваем первых крипов Кристалка походу Хочет вот сразу колбой А кто у нас там Кто даблкил так сделал Свинюка А вторым Настагил Че кристалка на миду Это такое себе На самом деле удовольствие Далее Что нам важно сделать На инвокере В начальной стадии игры Конечно же Хорошо Проластхитить Чтобы подобивать Как можно больше Крипов Но если кристалка Будет мид стоять То нужно будет Стик взять Что с ней будет Немного напряжно Стоять Тем что она будет Колбой спамить Аккуратно Проластхитчиваем У нас есть нулик Он нам даст Поластхитить В кристалке Очень сильная колба На ранней стадии Прямо она очень сильно Душит Несмотря на то Кратковременное Так сказать Прибытие в этой колбе Она очень много мной стороны Так Я уже поговорил О некоторых Таких микромоментах На инвокере Теперь самое время Осталось У нас на то Чтобы поговорить О таком моменте Который у нас Имеется Для новичков То есть Есть продвинутые инвокеры Есть инвокеры новички Офига там Что происходит Для инвокера новичка Что мы будем делать И что Мы будем покупать Для инвокера новичка У нас будет Максимальный Максимальный затар Под юл То есть Играть мы будем В первой катке Через юл Соответственно Строго юл покупай Катку заряжай И все Такой момент Будем играть Через три кнопки Это чисто Для слабеньких Инвокеров Которые еще не умеют И не понимают Как в целом Лучше всего Играть через инвока И конечно же Эту катку Сейчас первую Я вам и покажу Как это делается Сыграем сейчас Через юл Через три кнопки И далее Конечно же Уже будем По более продвинутому Играть Ну далее Это будет далее Next Вая катка По раскладу На инвокере На миду Я обычно ставлю Санстрайк Чтобы если что Можно было Подфармить Ребята Кайтят Там байтят Санстрайка Надо забрать Это не дадут ИСС Чат Читай СС Хорошо Забираем монету Не стало Там санстрайком Забирать Оставь Я уже заберу СПС Пишем Возьмем сапог Давайте Не знаю Отошла у нас Кристалка Прифармим Стоим В принципе Прифармим Драка началась Ага Вот так вот Сделаем Ребятам На холпу Немножко Холпу Немножко Заберут Не заберут Вряд ли Они Винтера Заберут А пятом Левеле Попробуем Кристалку Бить Нужно будет Немного Размять Немного Размять И попробуем Забрать Хорошо Так У колбой Пармит Парень Добили Отлично Вот так вот Сделаем Если что Чуть ее Побьем Закинем ее На торнадич И колдснапом Подтормозим Опа Каду Зарядила Сцмкой Не знаю Сцмка Намет Почему пошла Это немного Непонятно Мне Немного Непонятно Сейчас будем Барка Студовать Свинюка Идет Еще Хорошо Хорошо Вот так Прокастик Даем Хорошо Что я сейчас Сделал Конкретно Можно играть Таким Прокастом Который Я сейчас Юзанул Это самый Простенький Прокаст То есть Вы даете Торнадо Далее Даете Метеор Сразу Так Как у вас По Время Действия Задержки Во время Торнадо Времени у вас Совсем мало Поэтому Сразу Надо кидать Далее Что я сделал Просто Накастовал Полснап Через Кукуку И конечно Задушил Все В принципе Простенько Ничего Не нужно Придумывать Такого Необычного Надо дойти Не хочу Чтоб сбило Хорошо Как еще Можно работать Можно работать Через такой Прокаст Который Я сейчас Попробую Сделать То есть Ну Я это все Показывал В теории Эти все Прокасты То есть Сейчас Мы попробуем Их Применять На практике То есть На практике Все намного Легче Должно Быть Но нам Нужно Определенное Количество Маны А именно Нам нужна Соточка 150 И Преобразование 20 И 200 Еще на Метеор Соответственно Много Надо Много Надо 500 Маны Почти Пока Регеним Пока что Регеним Регеним Можно взять Перчаточку Цирклет Ой-ой-ой Там бегают Ребята Хорошо Это наш Фраг Доминейт Лучше Переключить Что брать На седьмом Я обычно На седьмом Беру Экзорд Дополнительно Там Мана Идет Хорошо Сейчас Кристалку Будем пытаться Убивать Вообще Надо ее Постоянно Разминать Я не хочу Под колбу Подставляться Она спамит Очень хорошо У нее Ботл У нее Ботл Вот так Вот делаем Все Подготавливаем Этот прокаст Трехкнопочный Подготавливаем Она сейчас Пойдет за руны И потом Пойдем Поразминаем И немного И дадим Дадим ей Прокаст Пока у нее нет И шестого Можно этим Хорошо Пользоваться Мидас Торнадо Торнадо Не давать Я сразу Заготовил У нас Метеорит Хорошо Ребята Там лучше И на Икса Туда же Определили Хорошо На топе Суета На топе Суета Ой Не добил Не добиваем Оставляем Так прокаст ВВК ЕЕВ Как перемещать С пылы Я вам показывал Еще на теории Поэтому Ребята Кто не знает Кто только подключился На теории Заходите Чекайте теорию Ничего сложного Нету Абсолютно Если хотите Научиться На инвокере Не сложно Ребят Очень легко На нем Плеить Просто Нужно Знать Некоторые Моменты Пойдем Закинем Крипа Крипа Закидываем В большого Крипа Почему В большого Рассказываю Принцип Работы Медаса Закидывайте В большого Крипа Чтобы получить Как можно Больше Экспириенс И все Опер Топ Алло Алло Вот эти Локонья Я не пойду Я не пойду Не идите Так Кристалка Будешь кастовать Хорошо По идее не забираю Но попробуем Должен забрать Все Забираю Хорошо О Еще Реген Отлично Просто Первый артефакт Я специально Ей не давал Прокаст Пока Она Не начнет Сама Кастовать На топе Душиловка Какая-то Пока Кристалки Нету Можно Быстренько Перекастовать Колдснап Сохраним Чтобы Потом Его Снова Не юзать Аклац Само Лакрити Быстренько Зафармим И в лесочек Армалет Аптретки Это Очень плохо Не до Книжки Дожить Хорошо Очень много У Мартретки Кстати Свинюка Душит Там Чиста Аладдин Че за Сует Там Прям Под Тэшку Идешь Что ли Нифига Себе Интересно Если Мартретка Вот здесь Фармит А нет Не фармит Стакнуть Успеем Да По идее Отлично Сейчас Подстакнем Поднимем Форжетов Зафармим Я не успеваю Подстакнуть Все же Закидываем Также Большого Крипа Мидас Закидываем Отходим Все Его на базу Есть у нас Санстрайк Блин Нету 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 Сашки И забрали Хорош Вот так Вот Попадаю Перфект Санстрайк Просто Перфект Так Хорошо Пол Юла У нас Есть Ребят Это Главная Тема Которая Нам Должна Быть У нас Должна Быть Пол Юла Дэп Шичку И давайте На мид Надо Срочно Ребята Помогать Первый Артефакт Юл Сейчас Я покажу Как через Юл Будет Правильно Плеить Просто Будем Играть Три Кнопки Через Юл И все Юл Три Кнопки Ой 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 Хорош Хорош 2x Отлично Квасик Берем Я макшу Экзор И беру Потом Квас Так Ну Нету Кнопок Брат Что Лучше Тут Взять Сейчас В Этой Ситуации Алакрити Берем И душем С руки Просто Найкс Умирает Портретку Эх Ну Почти Кристалка Идет Лучше Отойти В данный Момент Потому Что У нас Нету Книжки Мы Не Сможем Сбить Ультимейты Мы Умрем Нужно Как-то Взвешивать Ситуацию Если У вас Уже Не Остается Кнопок Потенциально То Желательно Конечно У меня Нету Ничего О Я Если Она Читает Будет Очень Плохо Я Не могу Драться Вколбисты Нету Ничего Отхожу Отхожу Сори Ничего Не было Ребятишки Так Хорошо Мидас Большого Крипа 11 Левел Самый Тяжелый Для Инвокера Потому Что Мало Экс Вы Получаете Вы За Крипов Вообще За Фраги За Все Вы Получаете Просто Уйму Недостатка Такого Экспириенса Поэтому Ребята Рекомендую Большого Крипа Строго До 17 Левел До Книжки В Четверку Закидывать Мидас Большого Крипа Именно Большого Даже Пофиг Нужно Вам Золото Нет Золото Идет Пассивно А Этот Экспириенс Пассивно Не будет Ити То есть Если Вы будете Стоять Ифка Золото У вас Будет Но Экспириенс Сам Не дается Дальше Выходим Вагоним Пойдем На топ Ребят Давайте Под Под Этого Подключим Сейчас Услугу Себе Три кнопки Инвокер Трехкнопочный Знаете Такое понятие Трехкнопочный Инвокер Вот Конкретно Сейчас И будем Страдать Тремя Кнопками Подходим Крипам Алакрити Как вы видите Я оставил Для того Чтобы Здесь Можно Было Быстренько Забрать Толкнуть Линию Там Драка Началась Да У ребят Драка Началась Атаку Сделаем Сразу Забираем Под стан Ребятам Помогли По-любому Санстрайком Как они Там Не забрали А Там Наверное Этот Залетел Пимпер Наверное Подсевливает Лютые Драки Подготавливаем Три кнопки Я Почему Тут На топе Пошел Стою Потому Что На Меду Суета Можно В принципе Юзать От Прокаста Можно Очень Активно Играть Но Три кнопки Это Веселее Вот так Вот делаем Убиваем Хорош Отлично Книжку Беру На 12 Пока Ребята Там Дерутся Суетятся Я Подфармливаю Еще Санстрайками Подфармливаю Давайте Заюзаем Вот так Вот Побыстрее Чтобы Задушить Санстрайки Оставил Крип Можно Вот тут Крипа Можно Замедасить Затрансмутить Ничего Страшного 12 Левел Мы Уже Прошли Ой 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 Есть Даст Даст Нет Даст Есть Даже Эффекта Даст Не было Я увидел Только Статус Потом Резкая ТП Такая Ну Тускар Тускар Очень много Суеты Будет Наводить Моя Ошибка Что Сейчас Умер Ничего Страшного Далее Ребята Что Нам Нужно Сейчас Сделать Мы Сейчас Возьмем Поинт Бустер Берем Проказ Трехкнопочный Трехкнопочный И идем Душить Думал Успею запушить Но На ТПшках Засейвили Оппоненты Тоже не дурачки Вроде Просто ошибаются По файтингам Что страшного Но Бывает Бывает Сладар Нападает На Мартретку Начинает На Свинюка Вгрызаться Мартретки Тут Только От Блинков Да Есть Хорошо Тускар Кстати Неприятный Герой Против Инвока Потому Что Он Может Настигнуть Но Я Сейчас Не Был Готов К К Расплох Не Знаю Нет Смысла Наверное Туда Ити Я Заю Зак Конечно ТПш Может Кого Ты Выцеплю Через Три Кнопки Погнали Три Кнопки Готовим Хорошо Три Кнопки Готово Работаем Через Три Кнопки Подготавливаем Сразу Под конец Куве Ой Крип Испалили Ясно Сейчас Поработаем Через Три Кнопки Ребят Ну Тут Уже Не Получится Как Видите Тут Уже Не Получится Крип Запалили Го Медасить Большого Крипа Ребята Перетянулись Качаю Экзорд На максимум Докачал Трансмутим Крипа Хорошо Добираем Его Добираем Хорошо Тут Лоу Хэповый Тавр Насколько Я помню Ребята Там Внизу Дерутся Сейчас Заберем Тавр И уйдем Внизу Здесь Файт Сейчас будет Да Походу Снайперу Сразу Минус Вентра Тут Если Вентра Подойдет Поближе Я Заюзу На нее Три Кнопки Она Пойди Развалится Пойди Развалится А Нет Туда Вентры Это Да Аккуратно Сюда Смещаемся Что Там Свинюка Бушует Так Прикиньте Бушует Спиной Просто Поворачивай Душит Жесть Свинюка Оказывается Даже Лучше Чем Чем Я Тут Огрывает Ищем Цель Любую Ну Кроме Найкс Конечно Опа Я Добил А ты Нет Но Кроме Найкс Найкс Нажмет Рэйдж Я Его За Юли Он Нажмет Рэйдж Все Проказ Не Будет Это Плохо В принципе Мы Так Ходим Подфармливаем Мы Не Просто Ходим Афк Мы Как Подфармливает Буш Гон Аниз Драка Свинюку Не Задушит Более Чем Уверен Ой Не Стали Да Все Я Проказ Прогулял Берем Ставим Две Кнопки Другие Попробуем Звук Кнопок Забрать Вот Так Вот Тату Гег Кстати У меня Гег Да Я Умру Тут Поцелит Нет Маны Впятером Играют Моя Ошибка Опять Подошел Не в Тему Дал Проказ Никуда Моя Ошибка А Понятно Делаем Понят Их Пять Тут Лучше В такой Ситуации Ребят Фармить Если Вот Такие Ситуации Конкретно Они Стоят Пятером То есть Я Пришел Вообще Не В Тему Я Лучше Бы Сейчас В данный Момент Фармил Это Большая Макро Ошибка На самом деле Просто Понимаете Я хочу Показать Вам Как Работать С Еулом Через Три Кнопки Но У меня Нету Такой Возможности Сейчас Это Показать Там Очень Сильный Врыв Очень Сильный Закат И у Меня Не Получится Сейчас Показать Всю Мощь Этого Этой Темы Трех Кнопочного Вокера Поэтому Пока Что Скипаем Ребят Скипаем Эту Тему Нужно Выформить Выформим И Пойдем Душить То есть Можно Как-то Это Аккуратно Делать То есть Не Не В Душит Мне Кажется Сейчас Еще Раз Рож Вот так И Сделаем Но Нету Кнопок Больше Вот так Сделаем За Диспелем Нету Больше Кнопок К сожалению Душим С руки Кристалки ГГ Тут Армлет Чего Рож Ну Суета Такая Знаете Честно Непонятные Файты Квас Берем Я считаю Лучше Тут Отойти Свенюка Очень Нагло Идет Он Сейчас Развернется У него Очень Быстрые КДшки Я могу Тут Умереть Да Нету Дастов Я туда Не пойду Ладно Давайте Замутим Я туда Не хотел Эти Просто Муд Сразу Кинуть Туда Нельзя Ну То есть У меня У меня Было 700 ХП Допустим Но У меня Все В КД Я Не Хотел Туда Ити Муд Просто Кидаем И Забыли Может Это И Ошибка Но Типа Нет Представляете Ну Там Три пачки Крипов Которые Могли Просто Сейчас Зажать И Мы Могли Там Сдохнуть Просто Ну Он И Сдох В принципе На Свинье Но Не Суть Типа Не Я Туда Не Пошел Ребят Слишком Опасно Так Да Аганима В принципе Копейки Остаются У нас Уже Есть Форджеты Два Дополнительных Форджета Проблема В том Что Не Дают Не Дают Показать Три кнопки Ребят Активные Оппоненты Очень Хорошо Плеят Очень Много Ошибок Хорошо Мне Да Аганима Надо Братан Пусть Я Не Труб Для Лес В Меду Форджетов Оставим В Топе Крипов Много Идет Да Хорошо Они Ходят Вместе Все И Тяжело Не Показать Проказ Трех Кнопочный Тогда Сейчас Делаем Аганим Доделываем И Вязаем Другие Три Кнопки Хорошо Есть Кура У нас Отлично Если нам Не дают Юзать Три Кнопки Соответственно Через Юл То Значит Будем Юзать По-другому Немного По-другому Немного Будем Юзать Хорошо Где Там Мормлет Надо Кому Лордар Хорошо Переключаем На Дефолтный Проказ Аганимный Давайте На топе Задефимся Опа Даггер Купил Так Вот Сделаю Порн Что Бросаем И Погнали Ча Лак Ритим Бахнем Пусть Они Тут Фармят И Мы Пойдем Подеремся Сразу Берем Метеор Торнадо Торнадо Метеор И Кв Если Что Но Нет Санстрайка На Колодец Эх Отходит Такое Подготавливаем Постоянно дерутся Когда меня нету Кстати Хорошо Хорошо Медас Медас Был уже Набло Медас Закинуть Перекастовываем Тут не нужно Нам сейчас Прокаст Стараемся Забрать Быстренько Забираем Меда Закидываем Нэкс Нэксом Даггер Покупаем Даггер Боже Найкс Как отлетает Хорошо Входим Даггус Сделаем Ой Как Хорошо Отлично Просто И Найкс На лох Эповый Пошел Книжку Ааа Мартретка Ливер Ох что Мартретка Отходим На Эншей Давайте Стакнем Стакаем Хорошо Подфармливаем Сейчас Нарочно Можно будет Пойти Что мы Раскачали Я взял Квас В пятерку Можно Квас Брать Буквально В четверку Если у вас Есть Аганим В принципе Плюс Одна Сфера Получается У вас Пятерка У меня Сейчас Квас В шестерку То есть У меня Большое Время На Торнадо Чтобы Задержать Конечно Ну и Это Очень Удобно Тем Что Вы Можете Успеть Понажимать Как можно Больше Кнопок То есть Вы сможете Подготовиться И дать Хороший Тайминг Просто Для вас Сложностью Никакой Не будет Абсолютно Хорошо Продаем Нулик Берем Тп Отлично Найкс Конечно Забавный Там Поехали Сюда Позже Что Мы Забрали Готовим Прокаст Готовим Дефолтный Прокаст Из Трех Кнопок Закидываем Мидас И там Драка Начинается Люто Я Входим От Найкса Хорошо Готовим Готовим Прокаст Хорошо И стенку Туда же И стенку Туда же Четыре кнопки Дали Крипа Залез Анжумань Анайкса Анжумань Вайкс Раскачан На Вайкс Нужен Уже Айкса Будем Передамаживать В любом Случае Но не Сейчас Анжумань Оу Анжумань Хорош Уходим Отпускар Отпускара Не уйдем Здесь даст Дастов Нет друг Домой Дорогой Домой Дорогой Хорошо Оу Регенерация Отлично Можем рошу Зайти Комбинируем Все Все прокасты Которые мы можем И у нас получается В принципе Целостный Инвокер Хороший Бодрый Такой Активный Ну а через Юл Конечно Вот уже вторую катку Пишу Через Юл Не дают Вообще Абсолютно Никак Юзать Давайте вот так Отведем Вот этого Поближе Подальше Не дают Через Юл Юзать Инвокера Почему-то Так что Такая беда Погнали Медас Большого крипа Закидывать Абстлардара Убивают Да Щит Можно уже Четыре кнопки Готовить Вэкс у нас Уже в пятерку То есть в шестерку Уже готовим Четыре кнопки На прокаст Ребят Чтобы было Побольнее Вот так вот Делаем Отлично Все просто Прекрасно Отлично Раскастовали Отлично Хорошо Отлично Просто Прекрасно Получилось У нас Едва Успел Кстати С квасом Шестерку С квасом Шестерку На кастоваться Немного Не хватает Тоже Хотя я Заготавливаю Просто Если Расстояние Поддерживаете Но Выводить Ливера Вот это Я не понимаю Прикола Если честно Зачем Это Делать Зачем Выводить Так Поржик Оставляем Я не хочу Даже Бить Пол Снапки На Отойду Начинается Драка Подготавливаем Четыре Кнопки Хорошо Ой Какой Проказ Пкб Нажал Даю Страйк Туда Под ногу Оп Хорош Я уйду Тут смело Можно Задушить А он В него Залезть Хочет Танжумань Нету Кнопа К сожалению Вот Имя Могу Только Стенкой Помочь Еще Торнадо Есть Но Он Не Нужен Туит Та Постоянная Так Тп Помойку Что Можно Докупить Тут Если Такая Активная Игра Можно Сделать Бкб Эхо В принципе Активная Очень активная Катка Из-за Бриста Бриста Очень много Танковывает Слишком много Актива Давайте Сделаем Актарин Актаринчик Актарин Сделаем На инвокере Главное Быстренько Клацать Все Получится Будешь Хилиться Аня Умрет Очень Мало ХП Останется Гоу Поржи Создается Лакрити И погнала Хорошо Бентра Там И Винтер Бэйбэй Хотя Отойдем Потому что Сейчас Возможно Будем Вот так Вот Делаем Все Что Отличный Бракаст Отлично Дали Будем Драться Отлично Перекаст Вали Хорош Но на дагере Хочет уйти Хорош Хорош Почти Прям На вставочку Почти На вставочку Как же Он меня Не любит До свидания Хорош Нормально Жестко Получилось Жалко Конечно Игра Такая Знаете Дисбалансная Получилась Мартретка Ливнула Со своим Армлетом Не уважаю Вот эту Тему Заходить Заходить В игры И прям Ливать На середине Играй Тупо Потому Что Там Захотелось Не знаю Кстати Я не купил Себе Октарин Да Я купил Себе Просто Солл Бустера Почему Октарин Не купил Так И не вкурил Думаю Почему Так Все Стандартно Кдшится Так 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 6 крипа задушили кристалка там ультимейте стоит армлетит оп оп сори джим хорошо не сви на самом деле хорошо сыграл он очень агрессивный такой в чате и знаю не понимаю эту тему за одну ошибку не ошибки я считаю что это ошибка с таким количеством крипов лазит по тавры чтобы они там по зажимали но я бы там точно не выжил так видос нам уже не нужен гал купим рефреш 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 ребят очень активная катка получилось через его конечно не удалось потому что ну нету всей силы не показано всей силы данного артефакта на этом персонаже потому что почему потому что блин эх почему не получилось все силы потому что не дали не было моментов чтобы прям через три кнопки задушивать руб побежали к ребятам ребятам уже нету прикупили рефреш принципе до полные артефакты на нашего инвокера вот такие вот выходят ребят не знаю буду эту катку вставлять или нет вообще четыре катки вас должны быть кайдем а ексу так стеночку дадим просто пусть трейджи жмет хорош все речь нажал побежал пача стенки нет да и стенка жестина отхиливается на макси на лайкси очень сильно отхиливается так у нас есть рефреш еще принципе форжетов поднимаем форжеты принципе на положняк поднимаем форжета берем кидаем вот такую тему лакарьте нормален хорошо будет юл вязать готов хорошо так винтер щас будет пойди кнопку же да да нет об успел собью не успел немного биджи сейчас дадим фл проказ под колодцем через два метеорита ребят загоним под колодец пусть поресается четко я гадко получилось конечно не то что я хотел но карта все равно интересная вроде тем что такая суета постоянная много кило в таких моментов еще не раз что там и улица постами пацаны так не получится по ходу про каста дать и отзвонила так кристалл к 5 секунд трясается пора что поставим тут малакрити подготавливаем про каст у тебя потянем пойди стан вылетел нормально не могу лоу хорошо вот такое себе найк забавшился гиги контента нет но ребят не знаю для первой катки на инвой кире принципе такое мне кажется потому что ну мартретка подставила много тоже одна ошибка была серьезная конкретно в данный момент когда здесь очень плохо все нажал на самом деле ну и такое как сыграть через юл я опять-таки тоже тут в этой игре не показал так что скорее всего возможно но я думаю и возможно возможно еще одну катку такую сейчас сыграем на инвокере попробуем все-таки показать через юл более агрессивную игру более лучшую игру и остается у нас под на игра плюс и ул и остается конечно же qv build qv build мы будем писать через стройку друзья через стройку но и надеюсь получится более интересное более красиво next-овую катку давайте немного попотнее оформим но и конечно же не забываем еще про керри фановую катку поехали next вы итак ребят загрузилась у нас next-овая катка что ж какая наша основная задача в этой игре в этой игре я хочу максимально показать как играть через три кнопочка именно через и ул пока у нас не будет аганима через юл идет одна игра а через аганим идет совсем другая игра ребят пойдем мы через в рейс бэндик берем в рейс бэнд если что потом докупим этот как его докупим аквилку потом ребятки что мы должны тут сделать смотрите поясняю в первой катке если мы собрали юл мы им почти совсем не пользуюсь в этой катке хочет конечно побольше поработать с его лом потому что для того чтобы понимание было у ребят кто только начинает на инвокере играть нужно показать как именно играть с юлом то есть you вообще в целом помогает очень многое кайтить например там бм и всякие всякую прочую тему очень легко с его вам работать просто поднимаете на торнадо даете sun strike закидываете конечно же метеор и бластом это все подкидываете очень все простенько простенькая комбинация которая позволит вам спокойно убить игрока до 1000 хитпоинтов но это на ранней стадии в зависимости от того как у вас идет но обычно юл когда уже есть у вас уже экзорт где-то в пятерочку а то и в семерочку и соответственно очень много урона из бласта из метеора и сам страйка вы можете нанести но постараемся сейчас погонять и надеюсь катка будет потная потому что хочется потненькую каточку не такую чтобы прям там easy и ну не интересно было хочется потную катку и через его конечно же нужно нам сыграть ребят через и ул там тем более сайленсера вижу да видите сайленсера по-любому надо собирать и ул чтобы отменять глобалку хотя бы как-то надеюсь все будет приемлемо интересно и весело ребят и весело так блацассера взяли еще блацикера люблю знаете чем потому что блацикер кидает на себя лапы и можно так сказать задушить его одним санстрайком там очень много урона плюс 25 процентов считаете смотрите почти 540 урона санстрайка почти вот и плюс 25 процентов 500 600 многие 650 урона санстрайка будет сикера наноситься просто жесть это же амплификация у него соответственно и получает очень большое количество дамаги эти куру попрошу походу не заберем да да я сейчас хапану да не надо меня бить пожалуйста сайленсер через диски это плохо я могу мид так слить мид я скорее всего буду просто в сторонке стоять против сайленсера очень тяжело мид стоять я как-то раз стоял против сайленсера просто задрот опытный был и он короче тупо мне ничего не дал в миду сделать он просто подходит начинает глэйвить и все если ничего не можешь сделать добиваем и ничего не можешь делать им просто глэйвит тебя и все шансов нету в таком таком миду нам нужен небольшой ганг который поможет вам вырвать ситуацию хотя бы монету забрал с этот санкинг песочный мэн хотя бы забрал сайленсер такое знаете не будет меня сильно задрачить дает фарма дает ой нет не дает вот зачем я это сказал да все отзонил меня пацан зачем это сказать попробуем взять алакрити на третьем кругом звонить его тоже слов гранду можно подраться есть вероятность что у него вылетит промах плохо конечно что линия толкнул ему лечь легче намного стоять плей вами душит и все их не попал не добил вернее на лотки главное подходить экспу пока собираем если фарма нет особо все есть берем алакрити идем на руну ой да ладно хорош я думал я уже не попаду берем сапог хорошо плюс леву забрали фбшку сан страйком ирина коллектор какая-то на меду их а ира читал их а ирина коллектор ирина коллектор пойдет фбшку взяли сан страйка я думала сейчас не попаду потому что шторм там еще анимацию смотрел ее можно отменять эту анимацию странненько что он ее смотрел у нас есть сапог прям атаку делаем удушить на сало давай драться драться хорошо вот так уже можно сопротивление какое-то давать ему на пятом так вообще заберем заберем очередь три кнопки заберем скорее все через торнадо через торнадо заберем умер щетка прям четко умер парень ну выиграли с аленсером так мы возьмем экзорт принципе мы его убили мы сейчас немного про по всеми даст надо ребят и доски 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 через медаджи играем если он будет нагло ты пешится если чуть-чуть раньше было бы ты по его можно было бы сам страйком сыграть и аллакрити накинуть промахи 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 промах странная тема как это работает так но сало сс но типа вон ставерны куда угодно может пойти на мид уже вышел на есть да хорошо промах ладно не в не в обиде а сайлент сырая сейчас как раз хилиться будем отходим и накидываем сейчас восполним себе ману и через три кнопки будем его убивать аста принципе можем и через одну кнопку убить до скрипы выйдут и по выйдут о какая встреча хорошо как же нам повезло с этим с хостой ребят даже через три кнопки не нужно было делать эту контору за крипов добивать надо отвозит любит крипов не добивать хорошо монетки нету на низу все готовим при кнопке и кнопки ребят готовим через три кнопки но он может нам комбинацию с трех кнопок из избивать он ее собьет прям на изи вард пошел сбивать до гипсиханул то типа блин до запарил ты с этим варном его быть тяжело через три кнопки убивать потому что мы должны будем сразу все нажать хорошо ну дофармить бамидас было бы очень хорошо фармить бамидас сейчас можно просто в нагло на его ласт хит попробовать или на его бы кование кинуть просто и теорет типа вот так вот но не вот так вот и по так но не вот так ладно к в лес жалко не добилась вами дастся у меня улетел он окосячил я щас короче ладно забейте ну хотя бы три раза я его убил если не косячить на инвокере вообще можно настолько жестко раздавать овер жестко можно прям овер жестко раздавать можно мне мидас кинуть будет симки армористого забрать было бы очень хорошо это за медать ой серьезно ко мне в лес пришел нами нас успеет кинуть тел просто пришел ко мне надо отойти лол гайде отхожу в романе то не слава богу пацаны принесли квитанции об оплате света понял погнали добивать медас не пойду уже кидать пою есть это лютая тема какая-то подфармим и пойдем видаться закидывать большого крипа и потом стоит не вижу иллюзия б.с. там самая фишка толкаем мид уходим в лес все погнали отлично так в лесу закидываем крипа медасиус хорошо чё там у нас сайленсер до душит пацаны значит что делаем торнадо торнадо жалко т.п. нету и санстрайки перелью за ребята я бы помог я бы помог нет со страйка ой глобал к так пока нету пацана на на этом на сале рожь так сделаем у ее да ладно сколько об этом осталось здесь так немного я потерялся вышел из геймплея из того что нужно было выйти на улицу немного потерялся по геймплея ребят очень мало крипов в виду вы формил так наша основная задача я понял почему сили пришел тикер меня полил я понял почему сало пришел вот она че так а можно vision пожалуйста да посмотрите крип пропадает просто движение осуждаю осуждаю вот он о чем прикол чему пришел сайленсер потому что меня видно было он опять идет да хорошо говно есть кнопки если что через торнадо сыграем все через торнадо сыграем через торнадо так мидас можно опять закинуть сейчас а вон они вот так вот сделаем сайленсера домой и его домой отлично отлично почти есть и ульчик у нас ребят вернее его вообще еще нету но будет будет же ребят будет главное показать вам игру через его нормально поддушили ребят дали кнопочки застилили еще с к инвокер такой герой который всегда должен стилить поезд я возьму я возьму я возьму я возьму братцы о сразу выложил бы я бы увидел я не видел что у него там вот он так фармим аквила есть все есть почти есть и у мид толкаем а и на топе там душевнях жесткой сейчас попробуем как-нибудь так сделаем я поделили урон а я считаю не забрал жесть поделили урон ящий тавер не забрал виду задушит то есть иду задушит это плохо идем в лесочек ребят чуть-чуть остается у нас до юла давайте можно топ сходим блин на топе никак и как и как пока секер 400 хп но не пробью пробью был бы огоним пробил бы видос пока не кидаем видос строго большого крипа кидаю даже пофиг на этот таймер ребят я иногда жду потому что это нужная вещь чем выше левел тем больше импакта от бокера хорошо хоть стоун фармливаем огур стана даст я подстану сразу с настройки на четверку отлично таю со страйк на помощь ребятам лучше конечно забирать самому от со страйка но варианты бывают такие иногда что варианта нету блин была бы сейчас книжка я бы напал на дузу горгонович за горгонович чуть прождем восхитим 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 полетел там полетел так есть у нас и ульчик братцы сейчас задушим силом есть ему отлично рейси пи смока и погнали я там продамажил его умрет с ластового этого хорошо так ждем ждем кд сэшки смока пока не юзами мы не идем было вылазку никакую кристалис на горгоне сразу зачем-то зачем непонятно хорошо пока что ровно катка идет принципе оппоненты душат горгона душит видос кинем погнали лобалка прикиньте как четко хожу так вот сделала это максимум что могу тут сделать лобалка не в тему залетела ладно не дают кнопками пользоваться и там драка щас продолжаться бы до сал опять забрали у гг сикер жесть ужас ужас мягко сказано мягко сказано ужас сейчас будем дозу убивать пытаться хорошо крит вылетел прикиньте если бы не крит я бы убежал наверное прикиньте крит вылетел горгона с критами убивает пацаны так ну чтож нам нужно гоним ребят но сейчас видите его нам помог немного немного помог и ульчик нам задушили тикер но там буст идет у сикера и горгона там там два керри сильных один хк один просто керри у них сейчас буст хороший идет 3 кинем ульта не гг ему погиблый просто с первого же умрет 1 боевый маледиктах хорошо так ну чтож задача наша две кнопки не забываем ребят книжку берем жалко товар потеряем да но с к не убить с трех кнопок потому что он скользнет герой такой герой такое кого надо искать не горгона тоже не умирает с трех кнопок герой неподходящий получается до вида с большого крипа идем кидать он идет смотрите ломать вар печально шторма можно кстати с трех кнопок побежали пофиг на крипов шторма с трех кнопок можно убить главное главное дать вы быстро вард стоит до похода черт возьми улетел ты пашка где мы пашки нету чем вы боитесь так но нет ты пашки я бы пошел бы задушил ребят на самом деле я вот хожу пытаясь кого-то убивать моя команда видит и я не фармлю надо фармить углубиться фарм и получается у нас давать три кнопки потому что нет кого просто драка начинается сразу же дается дается там глобалка урума газ не обращай внимание на эти пингования союзников они не понимают что там я не помогу я там нам две кнопки и все но можно принципе там было помочь безусловно условно можно помочь все равно сикер сакрыт купил это очень жирно самом деле очень жирно надо уходить отсюда сикера было т.п. возможно может заюзать сюда и прийти салавард поставим 900 хп шторм было бы 700 хп убил бы сразу ходим с товарищей ваг домой хорошо вот через три кнопки убили пацана через три кнопочки отлично несмотря на то что в бм убили нормально все у нас кто там так душит горгона душит что с ней она что на стероидов чему горгона убивает как так получается у нас почти есть аганим ребят через три кнопки чуть-чуть поработали но думаю будет понятно вам как через три кнопки в любом случае плейте просто нажимаете одну кнопку вторую кнопку и все этих пацанов отправляем и дофармливаем аганим следующая у нас тема будет с аганимом уже немного по-другому будем играть но тут потная будет катка горгона походу будем выносить давлайте пытаться выносить по крайней мере пока идем на базу попробуем подфармить форджетами немножко перекрепа хотя бы забрать форджетов уже хорошо будет можно мне пожалуйста вот такую штучку ребятки спасибо рекуру рекуров парни пожалуйста так у нас есть не да спида скрипа уже закинем просто сейчас так вот мут ним хорошо три кнопки подготавливаем лучше чего если у нас нападут нажмем сало на миду хорошо надо фармливаем уже тут 300 золота ребят это не серьезно оставлять у меня очень быстро получается аганимы фармливать не знаю и у покупаем после его очень быстро выфармливается 1 кривия не хватает вам до того чтобы купить уже аганимчик аганим это нужная вещь навокере прямо мастхэв я считаю так как мастхэв блин как на инвокере без аганимова серьезно то уходим ходим ребят за аганимом пока идем можно аккуратненько подфармливать все будет огонек отлично все есть три кнопки нам уже не обязательны теперь теперь мы можем юзать больше горгона смотрите чё там тарин блин варды бы задушить задушить бы кого-нибудь горгона лютая ну горгону принципе убьем нормально будет пока что ровно все хорошо потненькая потненькая такая назревает нас потная катка кто-то там шторм шторма не убить слишком много уже здоровья у него раз большого крипа уже улетит просто летит просто ботовар левела у меня мало левела мало ребят в сравнении с союзниками много но мало все равно оппонент очень много левела секера там кстати уже радик по-любому так и бы хоть сделать будет очень тяжело ребята миль душит да пусть душат топ за душим сейчас быстренько надо разменять раз может тут идем надо разменять . разменять надо по-любому и варик оставлять аквилу включаем и пушим подготавливаем если что прокаст сейчас уйдем все равно да с этой линии вижу надо душить там хорошо все погнали дефиц а векс берем а то векс вообще не вкач плохой торнадо вообще любит лютый торнадо сангейс нажала нет можно было пол сна отдать еще сал посолой так умрем хорошо секер ладно почему кнопка не жмется за чтоб тебя хорош пойдет хоть так хоть так пойдет так хорошо что-то за дефили не знаю вообще чё нажимал гол там кстати при на надо вот так вот вот так вот делаем станга зерки не туда вот метеорит этот хорошо я ее заберу час я ее заберу говорю не заберу ладно пойдет с горем пополам задефились ребят очень плохо все понажимал я но как обычно принципе если я хорошо нажму это что-то в лесу значит погибло очень плохо и все нажал торнадо какой-то такой уныленький уныленький произошел уныленький торнадо есть travel у меня next дагерочек и гг тут вообще надо бы желательно сделать что-то типа хикса арчи да наверное через хекс пойдем с хекс пойдем наверно я помогу с ларку немного умер сломать стопроцентно ой да ладно песка молодец лобалка еще серьезно так вот сделаем наперед нет серьезно ты не стал прыгать я думал наперед на теника будет прыгать уходить у этой люди он настоящий надо уходить отсюда бэк брат бэк бэк так вот сделаем отходим нормально заберу заберу да ладно 2хп просто просто 2хп ну что цен кинг серьезно ты под тэшки идешь лол а я стою три гени с форджетами контролю осуждаю просто максимально ссори мой лютый косяк просто я тут стою чили стою чили лол блин я себя ненавижу за то что как я играю в доту хорошо отлично отлично но хоть так ребят мы не знаю что-то косяк на косяке на серьезно коса косяк на косяке ребят так вот чисто мешок избиения горгона поехал это линку сбиваем колд снапом и поехал ребят но извиняюсь такой себе геймплей ну сами видите все стараюсь тоже как-то вроде все но очень много рассеянности вот так вот делаем хорошо может что-то еще на вставочку получится тут сделать знаю вставочку еще ничего не было статичные фраги какие-то просто и все так у нас 3 к есть по любому я сделаю акторин не могу я без акторина по кайфу акторин прям позволяет на юлах постоянно крутить всех по кайф и хекс надо и вообще рошана надо пойти собрать к вот это в помойку беда с я сейчас рошу пойду типа и желательно затариваться ну так сделаем вот сюда скинем стал бустер на база сейчас пойдем а я испробовать забирать принципе тут еще ничего не понятно по игре может еще какие-то жесткие будут еще жесткие могут какие-то будут может пока акторин колотим и даст не буду скидывать так опасно конечно в рождь пид туда прыгать сейчас непонятно что-то в рождь пито никого на карте нету рождь у него ребяти опа бегом хилю потом скрипов я нормальным и прокат запихнул прям по кайфу пока и про к стал ему цену я рождь сейчас пойду кто там дерется в сайлансером плохо она мансим крипов влево вправо подводим отводим надо бы чтобы они подольше пожили подамажили еще но рошан решает по-своему вопросы все эти драка идет я рошу бюдо классика классика ребят мурашана я не буду брать сбросать тут уже по-любому хорошо хорошо в x4 кнопки сейчас давать будем горбону даже больше дадим хорошо куда еще ты опнулся поэтик давай хорош хорош ну и хорош прям почти на вставочку прям почти почти трипл это несерьезно на вставочку трипл не идет ребят трипл нет тока рампага ну или ультра хотя бы нормально все пришли под видели по чуть тему горбона то что там овняла в начале конечно это все ее закончилось это дело спасибо vd брат не требуется хорошо готовим четыре кнопки у нас драка всегда растянута опа будет улетать он маны нету как так так как так с к бы забрать как-то через четыре кнопки главное blast дать пораньше чтобы он с дизейблился не смог ничего нажать тогда получится я перефармил горбона в любом случае совсем ничего нет у нее уже просто с глядя на мои артефакты на ее уже понятное дело что там совсем ничего нету так ну что хекс некстом да без рефрешера юл наверно продадим рефрешер купим а как потом сайлоса стоять будет долго за непонятно надо подраться пойти пока его красивую такую драку сделать на разносе прям вот скатом все формирует шторм и еще задушить бы кстати можем знаете что сделать вот такую вылазку погнали такую вылазку сделаем это был вот здесь чекнем сейчас поближе а вот она по глобал очки застыл получил иммунитет опа вот так сейчас сделаем ой 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 хорошо ска там ускакал куда-то ну а я ее ее да пропадаю уже так вот так взрывы поречь чтобы пробежать и закинем рож щетка чуть-чайше так сказать ну по брат на огре ты чё там учетом брат на огрех на 15 хп добрый вечер я ваш бонный флетчер просто на 15 хп сейчас уже аек упадет жестко жестко главное крипов дамагу не получать что что егес будет спадать жалко на вставочку ничего не дается так но через юл мы поиграли ребят принципе в начале игры тут не знаю такая катка получается у нас вроде поиграли вроде не поиграли ребят не знаю вроде поиграли серна до пару фрагов же задушили с юла так вам и надо ребят пользоваться все пошел реген люки со егеса если что так и надо пользоваться и улом если что под себя там сан страйк и за и улились но надеюсь вы поймете далее что нам нужно сделать нам нужно под на и как и конкретно вот это вроде такая более-менее потная там у них лейт очень сильно нужно начинать что-то поддушивать очень хочется сделать рефрешер потому что инвокер с рефрешером это прям самое то самое то самое то и все честно локер с рефрешем это самое то хекс тут нужен от с от песка от песка очень нужен хекс все погнали погнали по так и сделаем хорошо и travel 2 купим при проштрей был 2 хорошо и у продадим до купим хекс скорее всего так потому что и ул уже будет менее актуален так сделаем кайфы с этой темы готов кнопки нажимать их я готов кнопки нажимать о стан гейс просадила да хорошо стан гейс просадила отлично вот видно этот я не успел подблочить его был на герой откатился чуть мог торнадо от не кажется не успела бы долететь его так ну что отдаем ребят на съедение и хочется подставляться вынесу так вот ребят подошка залагал да походу залагал подошка эх игорек игорек жалко что залагал так ну что поднячок начинается прямо сейчас по ходу да так у нас есть тебя теперь ребят рефрешер есть с рефрешем сейчас будем поддушивать с рефрешем что будем поддушивать я надеюсь кто это это не я хорошо надо быстрее клацать срекла цать кнопочки отлично в редки не время и в редки в редких случаях да действительно в редких случаях приходится покупать бкб на инвокер у меня были такие катки когда бкб действительно решала очень хорошая тема очень и бежда хорошо так стенку крипов остановим тут и останемся на этой линии наверно ты пошелся на низ потом хорошо я на низ забайтили что я на топе пора что поставили на низ гоу лопалка щит нифига там кнопки нажали сделаем она отходим не знаю глобалка не усадили можно было подраться нажав риф пресс но я хочу именно два метеорита два бласта дать теорита два бласта очень хочу дать нормальный прокаст сейчас возьмем шарт еще остается у нас потом куру одевать уже берем шарды я тоже хочу теник поделись камешками шарды взяли подеремся стояли бы они все толпой было бы круто так торнадо оба иммунитет получили хорошо я умер скорее сюда все окончилась тема еще будем проказ давать если кто-то подбайтит я проказ дал бы еще раз что поднимем опа хорошо хорошо глаз не успел дать назарение лично хорошо нормально раздал пойдет но жалко не на вставочку блин на вставочку рампашку надо фикера забрал того забрал сейчас иска забрали просто на вставочку надо что-то же ребят вы шо как без вставочки то как без вставочки за честь и отвагу ну что торнадо и улович по кайфу когда вот сейчас горгоны я застангейзил саи у меня не радиенс ничего не пилит вообще стою просто балдею балдею монетет получил но я уйду я там не знаю 20 секунд уже порезались так ну что хекс покупать вместо юла нормальный рефреш кстати зашел рефреш нормально счет зашел кайф отлично рефреш нормально зашел а по драконами туда гол там теника убивают так вот делаем попал на горгона бежим на горгона бежим бкб он есть еще нажми на жалостом есть отлично там шторм атакует да гол так вот сделаем отлично душем с руки отлично чё на низ полетим так вот сделаем чё у меня есть там при кнопке есть забирать опа не могу забирать опа не попал жесть хорошо хорошо хоть так ска проблема ребят у него у щит так вот делаем рожь рожь ну почти на вставочку нормально размолотил и сюда дай на вставочку ультракилы не дают не дают ультракилы на вставочку ну не дал ультракил на вставочку а дал просто так да получается но с пушем вниз уже ребят не знаю нету потной катки нету нету но это более-менее такая вначале они что-то там душили оппоненты но все таки в лейтгейме инвокер берет свое берет свое вниз я ломаю пс идет пс идет брат хорошо бэк бедный сикер он так хотел он так хотел я даже по базе побегаю он хотел так у меня 11к уже есть гоу вторую куру вторую куру вторую куру 2 вот так вот потом вот так 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 вот делаем чаще надо там кольцо продэкшена да хорошо где моя кура вот моя кура так вот делаем все в магаз куру так побежали вард снимем хекс я не стал делать вместо юглу парня стал делать куру в магаз все есть о по куру в магаз отлично есть у нас вот такая заряженная кура хорошо заряженная кура заряженная кура у нас есть отхиливаемся с володьки так куда нам ее желательно отправить желательно кто поближе то поближе работами тоже можно повесить ее а байбек у меня есть лично ой видно ее да она регенится как чумачачья типа ее убить нужно будет постараться сикер кстати с лотаром надо уходить лол статус же упал уже лол статус же упал уже да и лол он хорошо пошло дело метеоризмы пошли лютые задушина на гг ребят гг такая потненькая катка экзор того ну как потная я не скажу что это потная игра прям она принципе не потная эта катка была в принципе не потная не скажу что я прям там жестко сыграл много ошибок было на мои проиграть эту катку могли на вставочку к сожалению ничего не было но красочных моментов тоже очень много было тоже очень много красочных моментов было ребят но не знаю next катку мы уже пойдем в вексе конечно же баксовая катка будет у нас не думаю что я в вексе там что-то буду овер жестко раздавать но посмотрим в x у нас подразумевает это файзы арчи да и прочую всякую тему вот так вот делаем соса еще под ногу кинул не успел да ладно гг но такая катка у нас получилась еще в экзор там ребят инвокер еще курочку немного приодел ничего страшного вообще надеюсь на их скатка будет интересного на их скатка будет у нас фиксовая в эксовая погнали посмотрим в экс катку ребятки ну надеюсь вы поняли как играть через юл на инвокере конечно же трех кнопочном получается начальной стадии у нас первая катка такая же была и вторая такая же каточка у нас было две катки я такие сделал для того чтобы вы понимали как в разных ситуациях все это использовать ну и конечно же третью катку сейчас пойдем в x мы пойдем в керри но не знаю честно хотелось бы оверпотную катку на вокере но ее найти очень крайне тяжело будет может отдельным видосами как нет залью поехали в общем на вексе покатаем с ребят погнал у нас next авая катка берем бойкера идем душить как обычно сейчас я думаю буду стоять против алхимика на инвокере постоянно как создать от птбш к все берут им баланс потому что инвокера на excel ки не взять к сожалению но ничего страшного что я хочу от этой игры хочу что-нибудь на вставочку красивенькая на и конечно же хочу в целом хорошую интересную игру пойдем в этой катке через и у пойдем через врать band и и улы надеюсь катка будет интересно и прям чтобы было хорошо пару берут хорошо но если бар это стопроцентно его потому что бары собирают бм и кидаешь им прокаст поднимаешься на юл и все вот так становится погнали сейчас поиграем инвокере тоже полно какая у нас я не знаю в гайде короче много игр будет ребят специально вставлю много игр чтобы было разнообразие как разнообразие игры просто моменты некоторые просят сыграй на walker сыграй на walker я говорю ребят зайдите гайд там в гайде вот много игр можете туда зайти посмотреть то есть я не успеваю сыграть на стриме то в гайде конечно же вы можете спокойно зайти посмотреть эти каточки так что вот такая тема и просто я столкнулся с твоей темы к чему я это говорю что ребята говорят вот играешь однотипно одни одни и те же билды и вот парни пишет ну блин извиняйте пару билдов делаешь необычными а дальше уже как бы памяти выфармливаешь как бы как как так я не знаю то есть в раньше гайды если описал две каточки то сейчас стараюсь побольше каточек залить чтобы вам было поинтереснее яма я мог бы вообще типа заливается если со стороны других моментов я мог бы просто тупо заливать катки можно сказать монетизировать их но я делаю все в одном видео чтобы было скомпонована это видео принесет мне меньше средств на для вас это будет больше информативное видео нежели чем куча видосов и сидишь не знаешь что смотришь так что вот такая тема ребят надеюсь на ваше понимание в общем все в общем сейчас катка должна быть у нас о минер это минер это минус нервы потому что минер это постоянные покупки гемов и прочей всякой темы не очень будет но катка наверно будет затянута нельзя будет нам на руны ходить леорик у нас есть команде мартретка только с прокаста должна падать но посмотрим как все пойдет бэточка вон стоит хорошо гол монетку главное забрать рубенчик давай разомнем и немножко хорош мужчина отлично так на топе ага монетка не забрал и забрал руби деревья брат руби беги на на миду а кстати не против алхимика буду играть это уже радует на миду не знаю кто будет на ромар третка пойдет на мид кто на миде с нами но я с нами да это в принципе я думаю победка есть на миду победка я думаю а че он не фармит не крипит вот она че вот она че вот она че он сворачивался наверно порнографию выключил порно офф пост старая фраза пашка минерчик прославился минерчик прославился тут постараемся и с а поубивать постовой кнопочки все надо будет сделать хорошо хорошо пока что фармим и цены их никого не добил так есть их товарищ можно вас подамажить немного а то в этом фиссуру хотите мне дать наверное как обычно волшебную большую фиссуру ребята любят фиссуры давать на подфарм причем поможем под очковать хорошо я берем первым но из наверно возьмем перчатку обычно попробуем постовыми досвейте сурой фарм вот про это я говорил давно пора так берем метеорит метеоризм уберем хорошо сейчас попробуем под его ласт хит оттамажить он стройки про касты вы чё-то я повис и пошел под тавр до полет жесть я умер ты скорей и за лага умер или из-за чего ребят вопрос сколько я тут времени простоял менюр шел и просто сдох ладно ничего страшного бывает 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 ребят жизненно так сказать об смерти об смерть сейчас наверно колстоп возьму попробую если нужно сейчас попробовать было дать неуверенно заберу нет уверен люто не уверен промах попадание меня эти промахи просто преследуют я попробую подловить область хиты улыбает эта ситуация как обычно но ты над маном она не посчитал ладно фармин просто как говорится рукожопость дает о себе знать зм рукожопость дает о себе знать фармин просто глядишь дамидаса колотимся кто-то идет там минер идет наверно по минер он суицидом он попытается меня взорвать но я могу его тоже взорвать как бы нет не могу кстати взял бы сапог заврал бы его вакабра чувакабра чувакабра фармин очень много маны трачу на меду то есть просто очень много так четвертая минута в принципе у нас нормальный крепстат 50 делаем 50 крипов делаем я умер эхо будет то сапог беру беру сапог беру аквилу беру топешку ладно если меня так душат один раз из-за лага сдох второй раз просто подгонгали я растерялся тогда покупаем платы я думал уже в меда свои тем берем слоты и пробуем делать игру совсем по-другому берем вторую тему если тяжелый старт всегда закупайтесь на все бабки и душите пытаетесь выиграть ситуацию на данный стаде надо было раньше закупиться и все намного раньше ману всегда брать с собой надо еще потому что по-другому никак другому никак пацаны а в раму сейчас через другой прокаст его душить если этого еще пара прибежал на тебя вообще такое себе мы не направилась осудительно господи что происходит чего меня за пукалка на меду вот эта маленькая уберите их отсюда пара бежит уж и в задницу ты иди в задницу и ты иди в задницу а по таворам братцы и знает три героя на меду и против троих а данным на данный момент стою против троих ламины ведет но не буду пока сам страйк не знаю он может любой момент остановиться я не уверен в этом или она не суть парнем короче но против троих стою минер минер тоже все потому что он суицидится что мне сделать сделать ворота конца бежал он до конца на топе на топ бежал не понимаю ладно понимаю то есть минер там пришел фармин 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 himself просто фармин ребятки бара придет наверно браться будем просто подеремся потом проказ засунем с чем на 9 бы сделать хорошо было бы медас но я даже на 9 вы не сделаем сожалению на топе борода это вот так вот баффаемся и погнали тогда баффаемся и погнали задушивать не убил я мидера ни разу сейчас объем животничья суру брат дай успел и суру брат так если победили поезд бару осталось если победить это как рейд босс помидаса закидывать и вообще типа ну леорик тоже там медас и купил можно мне медас я хочу большого крипа затрансмутить быстренько хорошо есть 900 хп я мы не убиваясь про кастом я вас про каста не убивая да блин надо было раньше просто я не могу раньше этот момент подловить то есть не знаю может кто-то из вас может то есть у меня бывают игры когда я прям подлавливаю нормально но тут оппоненты когда не подходят или какие-то другие внешние возбудители влияют там баратрун бежит там залагал там умер то есть потом уже не можешь ничего сделать и приходится тупо фармить я на перри фарме всех выигрывают тупо не знаю то есть начальная стадия если не удается тупо на перри фарме потом заканчиваешь не знаю сделать юл перстон или нет юл конечно хорошая вещь внизу минер портретка с птшкой не понял на меня еще вара бежит хорошо нету кнопок брат меня фисура нет нету кнопок у ее есть кнопки ой 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 хорош рук вообще вовремя вообще во время рук не было кнопки сразу нажатия рук во время подошел давайте его сделаем через юл будем играть ребят молодец на руках прям по красоте было хорошо чё там п вот это все вот этих пацанов а тот спят просыпаетесь год драться нормально так под душил на руках парень камбэка им ребят то нас душили сейчас мы душем уже мы душили сейчас нас душат лол наоборот но вы поняли нас душили теперь мы души вот же того вперед вот что вперед нет хорошо хорошо что нету мин там есть все равно что делает будет делать пара на только бежон ставим проказ классический через торнадо а ребята на топе воюет вы формируем щас так хорошо все у нас принципе ровно пацаны чё нужно вот это нужно сейчас уже его будет для они там продолжают идти дальше вообще пофиг обор слишком жирный и задушу про кастом пашечку пашечку три кнопки ставим через гилл сейчас будем убивать я думал раньше кто-то подойдет может они все на топе сейчас есть и ул у нас есть тпшка не будем игнорить раки сейчас будем драться пока да сейчас уже три кнопки нажмем подъезд три кнопочки хорошо там и легкий проказ тотин три кнопки до свидания хорошо на топе все равно суета да но нет у меня санстрайков есть работа с руки но это ребята должны справиться страйк есть баре где баре где минер тут где-то по-любому под насрал максимально жестко и неприятно оставляем 3 кнопочный проказ такой сейчас будем сидеть кого интерес придет опять на мид сейчас опять тп на мид снизу за душа сразу дальше не вижу смысла идти хотя можно попробовать вот так вот сделать хорошо я с нами пошел как раз на бласт не хватало маны лично гоу знает сделано так сферы есть погнали на не сможет забайтится если этот варда нет пор забайтится спаять и по-настоящему инвокером пошел туда и взорвусь типа щас будет очень хорошо если забайтится так но я мидас не кинул . хорошо да забайтился отлично отлично что забайтился за драки эх отобе постоянно лютые файта я могу пойти метеорит там кинуть но уже поздно поздно мне кажется бежим пешком тпшка не буду юзать там все впятером у меня нету маны а а а ладно понимаю хорошо 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 пришли в рейд боссы серьезно пришли всех задушили просто хорошо пойдет но могли раньше но маны нету вечно у меня такой инвокер который постоянно фармит даже несмотря на то что у нас есть его но как фарм я снизу наверх пока туда сюда пока задушил сейчас огонь им сделаю будем уже с прокаста отдушить у 4 хп прикинь крипа заберу до ору ой капсом случайно писал но хотя бы крипа я не знаю как бы крипа ладно дома газ почти был аганим но решил по-другому немного парень на этом на менюре аганима не будет раннего как раннего приемлемый аганим такое и сильно ранее не сильно поздний улечка еще есть плохо курочкой вот это сюда хорошо 2 400 есть 4 хп прикиньте осталось их если бы я знал что там еще трэп я бы конечно же нажал бы и у но ссоре у меня же нету мобхака знать что там еще и трэп как бы ничего не жал так ребята постоянно дерутся да сейчас будем тоже помогать жесть как душат хорошо этот есть этот есть хорошо этого туда же души его хорош аганим есть аганим чек есть потом на низу самое жесткое сейчас съезд купит даггер купит даггер и ггг так есть про каст на топе ожидаем файтинге наверное да портретка хочется хороший проказ дать под всех они постоянно пучкуются типа ну хорошо хорошо это минус я умер туда а че видно меня тут осуждая центре откуда здесь центре откуда здесь ладно надо даггер выколотить ребят но потная катка будет походу очень активная игра оппонент очень активно играет не знаю откуда там центре сразу кто-то центре поставил видимо но не суть ладно ладно барсучок 344 барсучок нормально перри фармливаем вот просто некоторые вот посмотрят на эту игру на инвокере а ты там то не то делаешь то не это я не знаю просто у меня свое мышление я перри фармливаю просто посмотрите на левелы и посмотрите на мои шмотки просто то что я там проигнорил несколько драк тупо выфармливаю я потом прихожу забираю очень сильно апл левел то что там команде ничего не достать не достается но это да это понятное дело но я в первую очередь должен рассчитывать на победу они на команду как персонаж который в любом случае должен задушивать я блин dot это всегда командная игра на типа тут просто смотри какие игроки тут нужно смотреть то есть если игроки хорошие то можно конечно же играть намного активнее это зависит от того насколько хороший игрок ps или за тебя вот за меня я не знаю какие игроки поэтому на себя рассчитывая себя знал что у меня за игроки в команде я бы конечно же может чуть чуть получше отыгрывал по активу именно так не знаю ребят конечно плохо что игнорю но что поделать что поделать так руна 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 не успеваю да опа что если боже герой прикиньте не дает про он вот он начал обходить тупо 6 ладно ничего страшного еще страшного past expo закидываю сюда экспо не дает не дает но скорее всего нашел стоит так что такая аналитика какая-то какая-то для вас аналитика но не суть ребят не берите в голову чисто хочется для вас просто контент хорошее дело видите не получается ваше дело осуждать конечно же но я стараюсь я стараюсь на миду файт собирается да хочу кнопочки хорошо дать а вон кто с энтрестайл кто-то поставил ребята забайте начнется драка хорошая думаю я закину кнопки на библиоте на библиоте шагов иншентов пока пока что в иншентов просто хочется хороший контент давать чё на топе суета да то поможем при при два фрага сделаем кто-то вперед меня ты пахнулся я сейчас приду под самый конец файта да хорошо пойдет угар 500 хп дагерочек возьмем сейчас не будем ничего другое брать пойдет все равно неплохо задушили гадашка до сих пор дагерочек есть у нас уже погнали погнали хорошо отлично ты уловлен с его ломбер просто оба кбх брат тут я тебе не помогу я просто подстаю посмотрю и все прости пожалуйста мне виза нету отлично души давай хорошо почти на вставочку прям выйти бы теперь отсюда отлично как мужчина дрался ребят делать стен хорошая поставилась еще а здесь не будет никакой бочки слей денег барсучок так мартретки бкб ранее очень бкб у нее рекуров можно рожь пойти хорош пойдем так сделаем центрячок качок общечок общечок так вот сделаем нету ничего я думал себе и вязать возьму ну плотная уже попотнее катка ребят попотнее чувствуется что оппоненты могут кушать сушить сушить могут KAT ましょう без бкб а сейчас драка началась меня не зажал надеюсь не зажало брат беги на мин еще тянет можно чинить на вставочку забахать фильтру должен сделать да должен ультру кампагу дайте да но это точно на вставочку сколько дней сколько дней уже пытался это сделать наконец-то хоть так наконец-то на вставочку сработали наконец-то для долго так видели как ты пришелся залагала наконец-то на вставочку сделали ребятам пашку лично может даже пишет дымку пишет так раскачиваем квас в шестерку чтобы у нас пласт был в круг остается у нас актарин ребятки дарин так но на вставочку рам пашка есть и такая красивая но она есть с руки просто тем не менее тем не менее его удушить урок четыре кнопки дадим хорошо лично отлично задушили хорошо плюс мораль пошла чем будет катка намного интереснее веселее плюс мораль просто это наверное уже девятая игра они все выигрышный но блин они не интересны нету красивых моментов нету красивых моментов сакаегис есть до парочки сюда под лучшим и нер чик и нету по это плохо это еще хуже у меня есть аегис резрак душит с кнопки еще вот так вот вот так вот и портами доколачиваем хорошо пойдет 7000 есть пацаны 7000 есть хорошо погнали в мид купим акторин на потом не хочу идти потому что там неизвестно что там есть вообще с чего нету может амин полно амин нету да тогда через мид пойду хорошо next doctor in x doctor in добираем ребят хорошо в xd качевая друг ребятам помиду ford что хорошо так let's go будет еще плюс один там рубик байки да брат хорошо но рубика продал я мне нужен байтер чтобы прям так красиво делается так сделаем попадем нет убегает гол кур 2 откроем так сделаем хорошо сейчас такой блинка чпонь умер рефрешер делаем ребят рефрешер делать надо нормально сделали моментик один так хорошо далее что нам нужно сделать сделаем рефреш ребят так вот на стенке нету там леварик бежит знаю может тут мины есть блин и очень хотелось бы подмины лезть а минер лоха повый где минер минера покажите мне с находим ура есть туда хорошо ой криба резнулись осуждаю осуждаю криба резнулись но зайти мы не можем я не могу кнопку дать нормально полу кнопку дать нормально и за медалься тайна топ схожу то есть у нас такая тема сейчас нормально зайдем поездом плохо побежал вот сюда например так может и дошел нет не дошел до а может он вообще не пошел а вот он идет я забрал бы васи бы попал гол все рефрешер есть а март редко сбега еще нужно подловить позиционку вода за душу есть рефрешер на базу побежали кого можно там со страйками подушить отличный вард кстати а как вард это от рубчика рубчик ставит молодчина тиммейт сейчас пройдут крибы вот так и сделаем кстати офигенная тема подрухом подрухом офигенная тема так погнали погнали по низу наверно пара щас подсветится еще дадим про кастикам портретка ваш бкб херс надо будет делать вместо юла скорее всего бога бог положен 400 хп урну кидаем репресс я на него юзать не буду конечно слишком грубо уже то я чекова март редко нету нигде мастерки и по карте не видно просто все по тип хейси так и с аман март редко фарминда хорошо баратом лоха повы пойдет че до пара не лоха повы по идее так нам нужно атаковать вот так у вас есть рошан бара пришел баратка и а как он меня так видит хорошо вот это шкафери красавочки сейчас будем драться будем драться кур оставляем перри лично по низу можем смело но надо гем всем бы дать минер не подставляется постоянно стоит сзади аккуратно назад как-то меня от мартретки совсем ничего нет никакого сейва никакого сейва от мартретки нету хорошо готовим прокаст если что хорошо у руна если там раздал жесть мы дайвим там могут пины стоять дайвим очень сильно а и сошибся я вот так вот сделано мартретка надо мартретку на фокусе держать хорошо нормально там подловил я о ессик пойдет пойдет так вот сделаем хорошо байбэк но без байбэка ой без ббк без бкб она мне ничего не делает вот она бкб делаем вид что мы дурачки хорошо хорошо лерик цурпанкой своей хорошо задушина задушина эффектно задушина эффектно бегем степка да я просто все нажал все что было абсолютно кроме инвиза инвиз только лакрити откатился ну чтож остается у нас тогда несколько каток это остается на скере катка все-таки катку на вставочку я таки сделал катку на ставочку я сделал ребят она такая формовая очень много файтов было немного пропустил и в принципе посмотреть только на один рэмпэйдж ну такое скажете вы но конечно же все равно все равно сыграл я очень много игр для того чтобы на инвокер идут как-то хотя бы какой-то рэмпэйдж сделать по кайфу и все кайфануть так сказать отходим сейчас еще кнопки нажмем по страдка рестница пара фк ушел просто голоса лучшим с руки нефига фк уходить нефига фк уходить gg жесткая катка у нас получилось ребят ну чтож остается у нас керри катка в принципе и все на этом и гайд на этом будет закончен погнали керри катку смотреть сейчас будет тоже интересно так братцы загрузилась next of a катка наконец-таки вы узреете кувы войкера ой как я не люблю кувы войкера потому что он не особо актуальный этот персонаж через кувы он не очень интересный конечно же но ой тем более кувы тут еще и секрет вориор жесть 3 мурлоки да тут дамаги конечно не будет хватать инвокера но но попробуем разобраться инвокер даже стал такого числа и аркек в общем что будем как тут играть конечно же возьмем арчи будем брать в x в макс принципе сможем наверное думаю передушить если 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 все будет отлично идти и артефакт который мы возьмем это конечно же сапог то чисто я вот если честно по опыту топ тб когда играли в эксом в эксом инвокером примерно брали сапог и шли потому что в х или как правило стоишь против троих я такого же примерно момента и придерживаясь далее что нужно делать конечно же выформим файзы и попробуем выйти в арчит арчит через арчит гейминг будет возможно сделаем и ул опять-таки дальше потом агоним и в дефолтного инвокера мы потом в принципе превратимся сыграем тут в любом случае через hex в любом случае будет hex и посмотрим на что способен в эксовый инвокер попробуем на вексе задушить погнали попробуем на вексе задушить он тач был там ну а лакайте будем он тач был перекрывать нормально будет что взять на первом левеле лучше берут calls нам для того чтобы ну как calls на то есть берут q я не сразу пишем берут q для того чтобы был cold snap уже примерно на втором левеле чтобы можно было хоть как то если что кого-то подгонять и поддушивать вот этом по речке бегает видели какой-то эффект был сларк орба это плохо орба это плохо у возьмем в любом случае ку будем брать прыжочек блочим отлично он хотел прыгнуть но посомневался на лба речи прыгать хорошо цемит собери перри или тогда бери тогда семит феникс у нас есть это хорошо призрачок живет и не живет хорошо ребята там душатся окно будет голс нам чик у нас хорошо погнали к выводе ребят напоминаю к выводе будет у нас тут арчит постараемся выколотить и душить основные наши кнопки будут наши друзья это торнадо и mp основные наши друзья на и call snap экзортик потом возьмем разочек чтобы у нас был небольшой колдс на пиус там алла как то вич главное сильно не подставляться мне чтобы не задушили слар кстати с третьим наверно там был все же если он так пошел я не видел не трогал еса и трогал есша посмотреть ушли у него статы или нет первый артефакт который мы сделаем это файзы гейминг подразумевает файзы наш гейминг именно в эксовый хорошо так непривычно на самом деле стоять квасе но зато оригин хороший можно похопать немного крипов это годно добили я даже что-то еще и добиваю потому что таком билде особо ничья не подобиваешь можно взять нулик если вы не собираетесь фаз файзы выходить но когда у вас будет пас файзы вы кайфанете у вас будут пас файзы вы очень сильно кайфанете они него и фиссура плохая тем более не надо файзы в x двоечку это вообще тема классная аккуратненько надо под ласт хитить тут есть кстати фарман дает это радует радует next я в x возьму и дальше в x начну раскачивать после файзов сделаем наверное посмотрим по фарму хотя лучше урну делать после фэйзов и я поторопился с парком со сларком дерутся если добивать под тавером в куве в окере это конечно нужно уметь практиковать берем им пашку я с пошел там разминать до грипов войну почти брат мы будем сейчас чуть побыстрее бить сейчас возьмем blade of attack погнали за блэйдами это пашечку возьмем на всякий случай друг нас примут у нас уже будет до пашка заранее сейчас начнем поддушивать оппонентов примерно на пятом левеле также будем работать как обычно это делается примерно пятом левеле начинается вся работа всех всех инвокеров работа начинается примерно на пятом левеле примерно на пятом этого можно как-то так с маной конечно будут временные сложности потому что мы не качаем экзорт экзорт не качаем инту не получаем хорошо почти есть 2x беру в двоечку можно бы сейчас есть придет фазами уже можно будет поставить им пашку дать колдс на пилс так колдс на пилс уже можно будет подходим регенимся тут сна пилс можно будет уже дать хотя бы отлично фазы езда и сразу закупимся на пятом левеле опять в x возьмем будет уже годно принципе хэл стоим бодро бодрый хэл у нас тут бодрый хэл парм есть экспо есть чаще нужно любая мечта инвокеров куэшных любая мечтой любая вы поняли так век совочка есть хорошо еще в x а шестом экзорт возьмем можно было лакрить и бафать можно уже под душу это чуть промах да вещь давайте захилим ся и нападем делимся и нападем чуть подамажим об 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 готов урну сделаем давайте через урну будем хорошо экзортик берем если что алакрити себе бафнуть урна есть как инвокером вообще через кого играть типа и куэшный инвокер он с алакрити ой с алакрити с арчитом бегает в инвизи с арчитом бегает в инвизи вылазит и начинает уничтожать такой инвокер там сларк пошел могу сларка кстати убить и я сейчас очень сильный емпшка очень сильная очень сильный гоу сларка за душу емпшку отсюда ставим в лес лол он не пошел сюда емпшку в лес ставишь нормально хорошо и и не видно как она раскастовывается он на руну пошел я понял еще раз в x на восьмом возьмем книжку восьмом книжку давайте отойдем там smart бежит третий левел у сларка он вообще нам не страшен принц и и и и и и и и боже я очень сильно накосячил очень сильно ребят накосячил мог забрать и забрал как раз sun strike первого левела сильно накосячил им мне нравится в x в инвокер он очень мобиль быстрый мобильный печалька ребят печалька но тут попаду точно уже не хватит дамаги вот поэтому я не люблю в x в инвокер а потому что у него нету возможности это возможности контролить карту поэтому я его не люблю то есть я бы уже два фрага сделал первый раз я просто не попал забрал бы этот фраг а второй раз просто в ммм просто не хватило урона так нужно регенчик мне какой-то желательно было бы прожать их сделать на регенчик надо просто регенчик вас еще разочек бы взять надо книжку взять подходим книжку надо взять стики надо взять 5 там на топе дерутся хорошо я в квасе стою постоянно тут час хилочка придет зарегене все чуть-чуть девочка придет чуть-чуть зарегене все хорошо нельзя чтобы он хил сбил нам . дорого будет хорошо он собьет уже меня чё фул хп уже принципе не страшно почти сейчас еще раз тинкероса будем душить сларк пришел нет с ларком и за душу книжку берем хорошо стики сейчас возьмем отлично будет он лагает что ли пойду дальше вот непонятно лагает он или нет типа я бы пошел бы душить его но непонятно лагает или что с ним плохо плохо то есть последующих ракет следующих ракет не будет отобью пойди привет жалко что урну не а по лабор начал бы зарегенился поборно зарегенился бы так вот делаем хорош наезд заберет у меня хп сколько осталось по через рунную на базу 33 герой тут пришли я обычно использую в кубе билду билде кубе билде вот так вот раскладку пол snap и емпшка пока вы бьете вы можете спокойно не дать оппоненту выйти из из дальности из из вот этой ауешки емп и потом если что торнаде чем просто добить и все то есть проблем нет никакой подписчики твоих походу ага на низ там с ларки эти хилочка одну возьмем не знаю не хватает нам регена хуск пришел пол армалета имеет инча на миду поинчу я инча я ничего не сделаю еще ничего не сделаю давай ты пешишься что-то пускар вечно лохов и будем ходить и чо ему не сделаю стоит ждет нападение возвращенец скорее аллаков и бафа будем драться а тош о ей сейчас зарегенимся возьмем кварт и став не дождался пока спадет эффект пэкс берем пэкс берем хорошо так мы есть урна 1 хотя бы уже радует хорошо потом желтый-желтый это у нас леночка инвокер очень мобильный у меня получился так вот делаем до свидания хорошо я смотрю так принципе к в вокера вообще никто не знает как он работает и типа чё он делает он очень сильно дизайблит этот инвокер очень жестко жжет маны в принципе дамаги у него хватает так квас берем на этот раз у нас кого бил поэтому макси саку и вы почти арчит уже будет личный билд у нас получается на данный момент на данной стадии потом уже будем выходить во все остальное хорошо аккуратно подпушим 70 урона просто смотрите без экзорта с арчитом поставь на боксе бегаете и все накидывайте накидывайте кнопки ребята нам душа да пока арчит не выформлю и куда с линии деваться не буду можно линию сломать с 11 уже будет без медаза вы заметили да без медаза играется в иксовый инвокер потому что тут приоритете если вам дают вот так вот фарм то конечно же приоритет да вообще в любом случае не знаю пиксовый инвокер я редко видел в аксовых инвокеров с медаза боксовый инвокер это как правило вы фарм арчи до постовый и файтинги постоянные то есть я не видел таких инвокеров которые в вексе стараются зафармить медаз то есть честно потом ты пешится двое до сларка давайте отойдем ли на еще идет от овцу можно будет душа ночь но товарищи давай давай успеваем не успеваем октор надо дать мне кажется не забрали бы все равно объем пашка ее газануть немножко делаем переключаем дефолт внизу файтинги намечаются если что пол с нам закидывайте можно максить колдс на поиграть через урну то есть тут блин билдов навокере вообще очень много можно гибридно качаться то чтобы вы все и зале и все было в каком-то балансе очень много существует тактик игры навокере серьезно то есть я заодно игру я вам не покажу как это все делается 7 маны у пацана осталось 7 маны на низу файда жесткий на руну сходим р.б. чуть-чуть не хватает ой ясно не хватило я еще урну не нажал на него не успел и успел урну закинуть сларка видели как душем а лакарь и кинул деремся все успел я хорошо хорошо пробивая ее давай ой 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 я умер тут и я не успел торнадо кинуть она бы умерла просто я нажал куб в баку и такой они нету нету торнадо ну да оба сдохнут жесть ли это печально серьезно вот когда вот такой микро момент в баку нет не было не было не было не буду считать узкар ладно сейчас орчит будет уже почти орчит должен быть примерно 13 минуте на инвокере примерно тогда орчит самый сочный самый топовый самый лучший там лучше орчит тогда но видите у меня не до фарм сейчас еще сдох и сейчас забрал овцу было бы очень хорошо так нет нет ребят ничего сейчас уже доделаем вниз часто пишемся бежим вниз доламываем tower и конечно же душу побежали берем вторую дпшку не хватает по раскладке у нас нормально я такую раскладку обычно и оставляю раскладку оставляю пол снаб и конечно же я им пашку вот снаб и я им пашку аккуратненько подфармливаем надо уходить отсюда ну жесткий хоскар тупо хейтит меня не знаю тупо хейтит давайте позамедляем чуть-чуть его что ли vision подаем есть но я не хочу тут умирать честно серьезно опасно и генимся бежим сходим вексовка есть можно поесть ли на его кстати это плохо ли на и убивать не смогу ларка латер сейдж почти ли на тут нет смысла нападать селина тут добиваем арчит просто им ходим и бэка арчит можно мне добить линна брат можно пожалуйста пожалуйста чуть-чуть остается хорошо все есть арчит у нас я будем по другой технике работать будем находить и уничтожать сларков будем на аватар слаг так ладно есть арчит теперь колд снаб у кубе и побежали в инвизии ищем находим кидаем арчит колд снабим и аллакрити накидываем или накидываем емпешку просто тактика такая теперь тинкер travel купил долго-долго вы формула и арчит ребята но сларка латар тоже сларка не убить проблема помиду инча гоним инчада ли на на топе ли на на топе хуск ускара попробовать можно задушить есть задушина книжечку берем узкара задушили хорошо еще леву лапнули и урну дали отлично в x мы замаксили ребят но next там чем у нас остается огоним конечно калаш матить и все какой же я тупой я изи уходил но там заруинил себя просто возьми уйди я кинул ей короче я думал что быстрее или торнадо или ну короче вы поняли что я лох ладно забейте ребят забейте давайте возьмем не знаю гем возьмем сларка будем хейтить сильная линия того линия там линия лина там нагибатор там но как я мог не умереть на от нагибатор этому сам само собой ребят берем гем погнали с ларка искать куку в куку ку и погнали потом аллакрити с аллакрити будем разбивать такого инвокера еще часто видел через молнию тупо вот но в иксовый инвокер через молнию очень такой агрессивный интересный локер получается сейчас забираем гемы погнали ли ну конечно не убить можно будет попробовать вот так вот берем нету т.п. до лоха мы побежали у нас хорошие мс на топе сейчас суета будет лютая сларк идет вард кончился какой сларк настоящий угадай угадай сларк называется игра иллюзия это настоящий мне кажется не задушу его хорошо за душа отлично отлично гемчик за легал по вардику кемчик за легал по вардику ребятки игра будет интересно я думаю люди фарбик на топе сейчас поставим он сюда ближе хорошо это плохо они вот так вот и зайдут мне надо торнадо и емпш команду тут выжигать все хотя бы так опа полетела дело опа хорош нормально зашло зашло и из красава прям хорошо в команде так подошли квас качаем сейчас колд снабжа сейчас колд снаб не перебафал нормально задушили нормально им кироса можно пойти поймать надо куку в р р в в в о арчит я не кинул майбет брать майбет 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 орчит не кинул хорошо принципе пармиться так же как и обычном экзорта в амбокере все готовимся к новой атаке гол в лесу вард подставим наверное готовимся у нас пол инвиза есть круто было бы тут через радиенс дальше на этом билде круто было бы наверное я не знаю чисто так что будем пытаться ее убивать мне кажется нет смысла сможем не сможем да у щас как мне прилетит чапалах улица улица чапалах я мог попытаться хуску дать орчит но не знаю решила бы это что-то жесть только не отдать гем вот и все отдать гем вот и все и walker где walker говорит я там не буду на хускаров выбить меня в x field я там не пробиваю магии то на низ пробежимся успеваем интересно успеваем по не успеваем я умер жесть как они друг друга тут под сейвили сейчас тем собрали когда я сразу инча за мной пошла инча за мной пошла и два т.п. еще один т.п. был пуск темно все равно необычный геймплей то есть для меня этот геймплей который я вообще никогда не практикую он на самом деле диковат серьезно диковат этот геймплей потому что нету то есть ты не можешь вязать и основные способности которые можешь ну который нужно вязать и вынужден не знать немного другое этот к сожалению или к счастью совсем другой геймплей получается вы молодцы ребята там друг за друга там держится но гем забрали я гем отдал хускару не знаю ли на там еще лох полы ли на лох офисуру дай брат мой молодцы молодцы мусор мусор тинки роз кристалл кто же умрет так кукув все-таки через кукуку намного легче играть будет ну там раша наверно будет прошу наверно будет нча на топе вот нча постоянно не в тему вообще стоит здесь вообще не в тему нча тут ходи уходи кто там на виду о пагог кускару сейчас тинкер туда тоже полетит гон бегает с карда понимает что сейчас ему чипалаху дадут но него гем его гем гем у него этот инвакер такой не фармящая бегающий у нас сказать будем убивать чешо видит меня под сларком для меня хорошо хорошо подсейвлю чуть-чуть торнадо теперь будем ей поюзать торнадо емп тиману просто сжигать самая основная тактика на инвокере это просто сжигать тупо ману через торнадо и fp это все я там полагонима еще есть просто я стараюсь находить через арчит убивать но видите не удается удается находить и убивать потому что просто беготня они сами приходят оппоненты оппоненты сами приходят редко фармли крипов кстати подошел только вот сейчас и вначале еще подходим так пуск иллюзии знаю не знаю а топ не хочется идти на этом инвокере немного потеряно играю потому что не понимаю чё куда сейчас от меня принципе не сильно что-то зависит но я могу находить и убивать но я потерял гем схема что драки бывают кого убивают ахан агибаторы убили так успела арчи додали главное дар дать арчи дам еще урна даем бегем пойду гем заберу хорошо я вернулся видели кура там уже было берем вот эту тему побежали бежали оп хорошо есть аганим кстати подарили хорошо ну команда молодцы тут бойкер такой в команде он хорош в принципе но честно я плохо все нажимаю это сам прекрасно понимаю и как бы ну признаю таком инвокере для меня играть если честно немного некомфортно я привык тащить навокере они просто полагаться на команду и бегать то есть этот герой тоже то есть этот инвокер тоже может тащить но этот инвокер больше рассчитан на более на этот на руку и вот знаете соло таргеты так вырезать вот допустим там час ларк бегать сейчас побежать там соло таргета с ларка вырезать вырезать то есть вот бегу сейчас к ребятам помогать длину убьем будет очень хорошо нет резрак там лучше хорошо ясно да чтоб тебя ценой я просто не могу это не написать начали такое ребята блин и и и и вот это называется забайки я пошел думаю сейчас заберу лину того заберу нормально все будет нет пари варды забрал хрен тебе пардон забирает жесть думал что пойду заберу лину будет все норм выбегаю такой вижу с ларка даю арчи пускар такой нет инвокер не получится ладно бывает чё сказать бывает 9 4 11 принципе я еще немного на видел но 11 ассистов это кстати много топ асисты ладно так овца собирает у нас походу хекс надо плотная катка будет если что после кнопочек всех будем уже а где там варды мы хорошо 2 т.п. нет т.п. не могу взять побежали побегаем бегаем у нас есть агоним сейчас мы по идее еще можем стеночку ставить можно будет пол сна порчить стеночка сразу прям на изи будет топца стоит одна на миду замедлим сейчас так вот делаем так вот делаем хорошо ну это максимум что я мог и снести у нее антач очень сильный очень сильный антач аллакарте берем кидаем душа у я там и не чудо стал таки отойду в принципе квас качать более не думаю что есть смысл надо переходить уже в экзор чтобы с экзор там можно было что-то бы выдавать так сказать ребят то есть у нас уже полностью билд закончен в эксовый то есть мы сделали максимально в эксовый билд но он умер по поле чем уверен поржит один всего да у него там агоним нету кнопок брат ходим нет тебе гем отдали я понял тебя понял тебя пойдет могло быть и хуже могло быть и хуже нужен экзор срочно срочно экзор пускар и конечно в эксе только с руки бить но слаг рядом был так хорошо пойдет next хекс делаем тупо ой да ладно вы видели этот манс это что такое серьезно в шоке уроки погнали что нам нужно далее сделать и ничего в принципе я могу убить если я правильную какую-то стратегию вы выведаю по нападению хорошо хорошо у меня все праги забирают жесть у меня все праги забирают как сларки будут тут нормально в принципе пойдет прагов нету но вы держитесь пацаны так ну что голову вот так вот делаем если что поржит и колдс на поднимаем порта колдс на пола карте бафом и погнала правда не с ларка бы желательно смартфон виз просто вы идет так корреснулась ровно вижу кого я могу еще найти лену 0 и на не будет леса тут колотить а вон с ларками туда побежали помогать это смерть просто как крепочка хорошо все можно в принципе в экзорт выходить по максимуму до 3 4 левел экзорта уже два пара что есть хорошо next hex просто делаем хорошо так делаем ку-ку-ку-ку побежали упорочными добил то есть там фена душит заказу мадам нажимает у нас по гемич варды бросаю криба лакрити баф ну понимаю дефолтный прокаст хорошо хорошо вард забрали все в куру нормально пойдет стеночка очень хорошо помогает вообще в этом билде стенка люто помогает но я то через нее получается не играю вообще то есть я немного по-другому играю я стараюсь как-то с руки найти и уничтожить то есть как-то такой бил делаю вот так вот жали пробежимся сейчас хекс уже будет сам прям будем отлично к души сексу и ничего тоже почти хекс имеет хорошо но сейчас свою карты возьмем монетку тут сейчас погнали интересный геймплей на самом деле в вексе но то есть если команда не дамажит приходится нам дамажить очень сильно сейчас тинкер сюда по-любому прилетит тинкера надо будет найти просто колдс на и до свидания жалко тут варда нету очень нужен варту внизу четверо до тинкер на топе вот эту тему вот здесь вгрызаем хорошо вот автор новых поводов задушиваем так вот сна в и поехали далее вот сна в кубе и поехали далее аккуратно только не нарваться на гем на чужой на центре так нету ничего хорошо это ничего хускар тут пробегаем ищем пинча пинча как цель но для рядом будет нет 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 тут еще но они все тут будут и все тут хорошо ой как хорошо войну и сура прикиньте фиссурах и меня закрыла фиссурой я не могу подойти и кинуть прокаст тупо не могу вот еще хотите сделать и не могу прокаст не могу кинуть садзонил меня с я бы отличный дал прокаст на чё там надо хекс пойти забрать магазина я за фиксом хорошо такой себе прокаст получился ну ладно что сделать так выкладываем берем хекс все погнали сларк бедный не живет вообще никак побежали сейчас лакрити колдс на сайлент хекс мне кажется даже могу хускара ван бэйман убивать час ой но шо за стилы ляша за стилы она ставочка что вставлять даже рампашки не было никакой а я осуждаю ну кидаем урну я тут принципе саппорт получается в иксовый инвокер это больше саппорт нежели чем какая-то суета правильно текст не стал и ничего давать там уже нет смысла хорошо ставим вот так вот она перебавим стенку будем ставить в любом случае хорошо это гтг просто вот это лишнее то что он создал лишнее то что он дал хорошо ходим по им себе регент потому что надо под регеном стоять иначе смарт что там по хп давайте попробуем 490 хп было хорошо все пошел алакрити у и лакрити экзорт качали все пошло дело фраги посыпались дефолтного инвокера начинаешь выходить уже совсем другая игра а вот такой инвокер мне больше нравится сейчас уже будем кнопки уже принципе семерка да уже остается у нас чё без даггера гейминг получается можно уже дефолтные кнопки нажиматься нажиматься выходить дефолтные кнопки урна есть что еще next нам сделаем даггер нужно желательно в любом в любом билде все равно даггер как бы нужная вещь можно в 4 кнопки сейчас начинать уже работать аналина ультует там гг гг ну пойдет в принципе для вксового инвокера нормальная принципе катка ребят я считаю по хех стали прям дарпак через моим чу за душу я с проказ и не слышу не задавшим вас папа хорошо я дадим кнопки 4 желательно в принципе можно кушать просто что тут меня хочешь нынче на своих господи просто настреливает по ничего не боясь и вот он сделаем короче отойдем а я не успел нажать а идем от лох что я тут стою а бина я умер смело чать чалька узко только с руки убивать гем опять отдал 5 демон дал он лежит не хочет резрак забрать но не видит видимо сосредоточен на драке опять таких узков бм бить с руки но такое не могу тут не в кого давать прокат 4 кнопочные поэтому нужно как-то по-другому действовать как-то по-другому специально не отходят ну не отходит вернее чтобы он не дамажил импетусами там 50 бонусного идет ноту кстати умереть он может такое гем забрали там плохо но сейчас за туда купимся я нам нужно сделать давайте купим дайгер для позиционки я считаю что дайгер для позиционки сейчас то что нужно будет дайгер для позиционки то что надо такое такое 20 ассистов ребят 22 ассистов ближайший ко мне нового кирвак совы это принципе ассистансы тупо cold snap кидаешь ем пешку и до свидания прикольно было бы собраться в вексе через молнию еще через молнию было бы круто вот такая себе катка такая не знаю мне геймплей такой как не знаю может вам ребятки понравится к геймплей но мне как-то он немного опять-таки говорит диковат потому что данный геймплей через в x он своеобразный тупо своеобразный на вставочку так ничего и не взял я ребят это плохо на вставочку нету игры не вас нету на вставочку ничего но хотя может может и есть посмотрим есть гол сейчас дефолтный проказ давать продаем уже файзы они нам уже не нужны берем вот так разбираем выходим в дефолтного бакера дефолтного бакера урна только остается сюда вот так вот что она тут делала непонятно опах готов сларк на виду сларка душить сларк на виду но нету правда детекшина него это так что на него детские игры получается будем дефолтный по ходу проказ давать дайте форже то поставим в миду берем мала критим дефолтный проказ готовим слайер байбэк тоже сделаем без вижу на плохо конечно будет заходить о как хорошо хорошо наша ризрак делает вообще извращенец хорош хорош ризрак все равно алла карте лишний конечно мне кажется я повис когда должна в чип кинуть ему ее хекс дали напихивают пацаны впихивают хорошо ой-яй-яй пропустите не хочу умирать да ладно есть чуть-чуть подблочил я подох вот такое такое ребят по не знаю не знаю все равно как-то ну не то все равно что-то не то вот я чувствую прямо что-то не то с этим инвокером хоть и для команды дедвокер очень полезен но честно не то не привыкли в таком инвокере играть может для кого-то это и зайдет вот такой инвокер не для меня явно потому что с моим макро с таймингами которые я могу делать как-то намного проще играть дефолтного вокера именно пытаться как-то через четыре кнопки играть именно давать жесткий проказ ты пытаться подтаскивать игру с самого начала то есть как-то так играть намного лучше честно а такой вексовый он принц принципе я даже и топ фрагер и топ ассистер почти топ ассистер на карте но все равно необычный геймплей вексовка такая довольно таки интересное и чё ластом надо надо нам еще будет докупить не знаю в принципе вексовый инвокер векс я уже закончил вексовый инвокер подразумевает это начало игровое по вексу играешь а то есть в конце игры ты уже можешь играть как как хочешь как тебе удобнее по сути то есть можно сейчас пытаться играть по дефолту то есть я все равно стараюсь как то играть в вексе заходить там куку вы обижает он делать фишки с руки там битвы стараюсь как-то так даже даже потом после того как уже пропали даже так играть то есть это для контента мне это необходимо еще побегать в иксе но когда вы уже пропаетесь пропать и экзорк вы можете бегать в принципе как вам удобно и юзать что хотите по сути правильно правильно то есть это такая некоторая можно сказать некоторые нюансы касаемые коса и мы именно того как играть именно в вексовым инвокера то есть вексе подыграли немного можно уже подушить немного экзортиком то есть вот я в инвизи все равно бегу успеваю даю кидаю арчи кидаю себе урну на лицо зачем не понимаю без руки то есть вот этот вексовый инвокер который сейчас вот вот эти кнопки понажимал твx инвокер а вон лина идет можно вот так вот сделать можно вот так вот сделать типа ну вот это уже экзортовый инвокер пошел то есть вот это уже сейчас надо ход снаб тут кинуть нас ларка вот на пкидаем вот так вот арчи кидаем алакать это уже вексовый инвокер пошел то есть вот так вот дабл килл и там сделали то есть снова как-то вот балансировать эту тему. Вообще, если честно, мне кажется, вот было бы очень полезно мне поиграть на вексовом инвокере почаще, потому что вексовый инвокер помогает... То есть, понимаете, составляющая экзортового инвокера и вексового, это две разные вещи. И потом, когда вы научитесь играть и на вексе, и на экзорте в идеале, вы сможете настолько жестко комбинировать, мне кажется, что вы будете сами в шоке с себя. То есть, надо это попробовать, как-то даем хекс ей, даем аллакать. Опять он арчит свой запихивает сюда. Ой, арчит этот. Ладно, не суть. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Я думаю, вы поняли, ребят. ГГ. Додушу он. Там Хускар, кстати, забрал Рошана, а эти парни уже тут сдались морально. Все, остается у нас самое ничего. Это, конечно же, кинуть арчит Хуску. Кинуть арчит Хуску. Пить с руки его. Кинуть стеночку под него. Сейчас нажмем кнопки. Вот так вот делаем. Санстрайк под ногу и бьем с руки еще. ДЖ. Хорош. Арчи да ему. Кто за диспейлил арчит с него? Безвращенцы. Оп, пошло дело. Уф, вот это я тут хапанул. А, еще Слар Крестлос. Ну, ребят, в общем, вот такой вот у нас геймплей на Вексе получился. Не знаю, судить вам вроде, все равно. То есть, для меня этот инвокер, то есть, я криво сыграл на Вексе. Абсолютно кривейшая игра. Но, тем не менее, вроде как-то, ну, Вексе более должно быть, чем понятно, как играть на Вексе инвокере. Если вы будете в идеале играть на Вексовом и в идеале на Экзортом у вас, в целом получится очень сильный инвокер. Ну, что, погнали некстовую туда. Сейчас остается у нас керри катка. Я думаю, это тоже будет интересно. Поехали. Ну, что, ребятки, грузится у нас некстовая каточка. Инвокер керри. Керри инвокер. Ну, это забавно, конечно. Это больше фановая катка будет, нежели чем серьезная, ребята. Поэтому воспринимать эту игру не нужно. Воспринимать эту игру не нужно. В общем, что, как тут пойдем. В зависимости от фарма, который у нас будет, хочу сыграть тут в один прекрасный билд. Очень интересный. Попробовать сыграть через Драдиенс. Давайте мы так и сделаем. Ну, что ж, берем дефолт в мид. Ясно. Инвокера взяли. Все, пошли. Сларки, бары. Стоит только АПТБшку создать. Стоило только АПТБшку создать, ребят. Начинается вот эта суета. Суета. В общем, по раскачке что будем делать? Будем, конечно же, Виндволк брать. В любом случае. Виндволк. Посмотрим, что у нас получится. Очень интересная должна быть игра. Ну, Сларка взяли. Сларк это имба. Не знаю, против него тяжеловато будет. Но попробуем как-то перекрыть. Ну, аганим по-любому надо будет собирать. Без аганима инвокер, конечно, такое. Такое. Без аганима такое, ребят. Без аганима вокер такое. Надеюсь, катка интересная будет. Давайте, в общем, сейчас идем в мид. Выфармливаем, как обычно, Мидас. Дальше берем... Не знаю, наверное, через фейзы лучше сыграть. Через фейзы. Потому что, как-никак, керри бьют. Тревел, тревелом, да. А потом можно будет тревел взять. Просто с фейзами можно будет более агрессивно играть на Аллакрити. Ведь мы будем в керри, соответственно, игра будет через Аллакрити. Правильно? Правильно. Правильно. Поэтому нужно будет как-то сейчас... Как-то надо будет сейчас это придумать. Я сейчас не продумал. Как-то тема вся будет. Просто фейзы в инвизе не будут помогать. То есть мы будем бегать в инвизе и запиливать радиансом. То есть тут как бы такая страта. Надеюсь, там не будут покупать в центре. Будет интересно. Нормально будет. Сейчас интересно будет. Хилочек. Сейчас руну заберем. С Тони Гианта еще взяли. Гианта с Тони взяли еще. Легиона команды. Всю грязь, что можно было набрать. Всего набрали просто оппоненты. Всю грязь, что можно было набрать. Ну, тема интереснее будет. Посмотрим, что у нас тут будет. Прогоняем мы. С Ларком. Пугной. Молодец, Пугна. Сразу отзвонили. Давайте вот так шуганем. Типа мы нападаем. Хорош. Пугна вообще. Людый парень. Пугна прям радует. Нормально там грязи понабрали. Посмотрите. Тини, Легионы, Сларки, Бары. Вообще все самое грязное, что ни на есть. Все набрали. Ну, ладно. Погнали. Успехов и удачи нам. Успехов и удачи нам пожелайте. Так. Тинника нужно, конечно, в Миду как-то выиграть. Вот так вот ставим вардик. Этого крипа и этого прогуляют, да? Ну, понятно. Классика, тупо жанр. Тупо классика жанра. Тупо классический одет на Миду. Вот эти всякие про ТВ на Тинниках. Тинник самый легкий герой в Доте, я считаю. Один из самых легких. МС много, демеджа много. Прокаст очень сильный. Правильно. А еще и Бара, кстати, если ему поможет, вообще очень тяжело будет в Миду. У меня крипстат не кокущий, кстати. Попробуем что-то с крипстатом сделать. Как-то его надо будет подбить этот крипстат. Как-то. С инстрайками следить только еще. Оп. Ну, не добью. Три крипа в Миду нормально, вторая минута почти. Это Озес. Четко. Это Озес, это четко. Это Озес, это что-то. О, хорош, переагрил. Нормально. Так, можно будет чуть поддушивать его, начинать просто тычковать. Тычкуем просто. Парень, в шоке будет. Хорошо. Но мне главное и не ктычкануть. Промах. Промах. Давайте сапог возьмем. Хорошо, там куру забрали. Ну, у него сейчас ботл уже у теника будет. Орех, да? Он он идет. Что за рунка? Монетка. Давайте заберем сразу, чтобы он не брал. Хорошо. И сапожочек уже идет. Монетка много левела, кстати, дает. Прям почти два крипа. Два крипа почти. Хорошо. Метеорит сразу берем. Метеорит, да, да. Попробуем на ласт хит его подловить. Отлично. Ласт хит попробуем подловить. О, все, закидывает. Тактика тот не называется. Тотс тактика. Мы сейчас будем в сторонке стоять, типа такие. Боимся. Пусть ласт хитит. Пусть ласт хитит. Сейчас надо будет сделать вещи. Ой, как хорошо. Молодечек на тенике. Молодечек. Вот так вот. Прям четко подловили и все. И в таверну парили. В общем, наша задача какая, ребят? На данный момент это Мидас. Мидас плюс убивать теника. Мидас. Потом убиваем теника. Все, эта тема. Апаемся по чуть. И все будет у нас гуд. Главное идти. В ногу, так сказать. И не агрессивный. Но сам себе крипов руинит. Ой-ой-ой. Смотрите, какой промах. Прям лютый. Так, давайте захилимся. Захилимся. Можно салакрить. Сейчас будет погонять его немного. Надо крипов подобивать. Оп, хорош. Квас берем. Конечно же, как без кваса. Без кваса еда, не еда. Кинни там пошел. Какая-то руна, возможно, будет активная. А на нить сбегаем. В промах. Ну ладно. Хорошо. Побежал. Побежал. Порочка. Руну тоже собрали. Хорошо. У него 450 хп. Какой смысл? Ловить его. Ловить какой смысл? Книжка в кд. Пока не будем юзать. Можно было сейчас дать проказ. Под теников. Не нужно. Я думаю. Хорошо. Попробуем еще раз сейчас теников подловить. Он попробует переагрить. Я так думаю. Будет к нам прижать. Маны нету. Но все равно заберу. Хорошо. Возможно, Бара сейчас побежит. Это Мидас. Чуть-чуть маны не рассчитал я. Буквально копеечки. Оп. Хорошо. Но теник такой. Теник такой. Пацан. Серьезный. Вообще, когда играете против Бары, желательно, конечно же, квас. Не квас, а колд снап держать, конечно же. Колд снап, конечно, держать. Барри успевать сбивать. Все, погнали. В лес закинем. Мидасиуса. Давайте вот так вот сделаем. На базу сходим. На базу. Отлично. Побежали на базу. На базу. Есть у нас метеорит. Можно к лаку взять против Теника. Куда легче будет. Но. Самый кайф, что мы сейчас должны выходить в керри. Там реген. Смотрите у Теника. Керри. Там и кайф, что мы сейчас в керри должны выходить. Давайте вот так сделаем. Ихилл, ману. Ну, конечно, лучше начинать весь билд тупо с Аганима. Начальная сталь, я так сказать, Аганим. И все, и поехал. С Аганима начинать, конечно, самое то. Когда подойдет, будем душить. Вот это я лоханулся, если честно. Чуть-чуть продамажим. Но немного. Но если заберу, будет очень хорошо. Будет очень хорошо, если заберу. Хорошо. Забрали его. Там легионы, да, уже вышли душить. Плохо. Но надо фармить, ребят. Панетка, отлично. Легион. А лакрити берем. Хорошо. Крипов у нас мало, что-то в меду, но... Три фрага. Это без санстрайков еще фраги, потому что... Как-то у ребят не получается. У ребят не получается. Талпоинт бустер возьмем. На низ сходить бы. Ларк шестой левел, уже баров из Ида. Лов. Там имбаланс. Имбэ, пацаны, могут выиграть. Можно магазин открыть? Спасибо. О, рисочек. Тпшечка сейчас наколотим. Так, пугна на низу. Или Орик, да? На топе кто фармит? Вивер и Шейк. Ну, Вивер это не Легион. Правильно. Вивер это не Легион. Хорошо. Сустройки. Залетели. Отличненько, бодренько. Промах. Только выбегает сразу в промах. Такой. А то бит нам, ребята, тэшку сломали. Хорошо. Бара сейчас на меня, наверное, побежит, как рельсница. На руну? Что там, монетка? Инвиз. Пойдет. Как раз тиннику инвиз не дадим. Тиннику инвиз как раз не дадим. Крипт побежал, короче, под своим делом. Отсуждаем. Хорошо. Так, ну нормалин пока. И честно, страшновато пока. Нету бары нигде. Такой раскладкой стоять вообще не ахти. И что, быстренько, торнадо. До свидульки. Там лего забирает руны. Фиссуру дает. Фиссуру если дает, а можно будет забрать. Фиссуру в тройку. Есть вообще проигнорил. А, ну в крипов, конечно же, выгоднее фиссуру дать. Крип это фарм, как-никак. То есть. Вот такое. Хорошо. Пойдет. Вот так вот, хотя бы, хотя бы, ребят. Хотя бы так. Хотя бы так. Так, ну что, го, лего. Он тут, скорее всего, фармит. Главное, чтобы есть фиссуру дал. Остальное нормально будет. Он ушел, да? На леги. Вот туда лотарм и легион будет. Это плохо. Тем что, нужно будет детекшн покупать. Это детекшн не контрится. Там еще кто-то с арканами. Не знаю, ну ходить АФК просто не кайф. Надо фармить все время. На инвокере вот начальную стадию. Прям фармишь, фармишь, фармишь. Все good. Шаман пришел. Найс фиссура ЕС. Прямо, у меня ЕС отзонил просто, да? Владельчик. Странный ЕС просто взял, дал фиссуру и отзонился. И все. Странная тема. Так, ну вот это начинается. Сларки всякие, ливерные. 3-1, которые... Не очень хочется, чтобы он выходил, потому что неинтересно будет уже. Они сейчас быстро оденутся, а у нас шмот они будут. Сейчас Тинни Даггер сразу купит. Неинтересно так. 200 золота в минуту. Такое. Каталонец какой-то. Прикольный ник. Что это значит? Непонятно. Каталонец. Эх, ладно. Ну и ЕС Мистер Фиссура. Прозываемый ЕС Мистер Фиссурой. 2020. Ну вот это такое, себе что, чел. Зашел, вышел. Непонятная тема. Лагеря давай. Мы тебя ждем. В этой катке. На сларках, пацаны. Печально. Печально. Почему не в моей команде, Лив? Вот я заметил такая, честно, какая-то закономерность. Постоянно. О, все. Найс. Постоянно в моей команде, Лив. Ой, в моей, в команде оппонентов, Лив. Монета, отлично. Ребята, таки пошли. Ну и ЕС Мистер Фиссура. Прозываем ЕСа Мистер Фиссурой. Какой на топ? На топе выформим. Чуть остается у нас. Нельзя терять ни минуты. Ребята. Фармим пока. Хорошо. Погнали дальше. Колотим. Сейчас еще Мидас будет. Хорошо. Мидас будет сейчас. Отлично. Оп. Оп. Хорошо. Почти у нас есть. Хорошо. Аллакрити. Коудснап. Аллакрити. Коудснап. Погнали. Чуть остается. Чуть остается у нас тут. Пармин. Тиник спокойно. Надо пойти плюхнуть ему на голову что-нибудь. Гоу через волшебный прокаст. Плюхнем на голову ему. Сейчас как раз руна будет. О, он на руну пойдет. Как раз книжка откадывается. На руне его примем. О, он на руне. Ты видишь что-то? Ассенда Балана? О, нет. Я не могу. Я не могу. Ассенда Балана. А ну, я не могу. Ассенда Балана. Достал, отлично. О, Лего, вот оно че. Отходим. Ладно, подходим. О, хорошо. Гоу, вот так сделаем. Пару вардиков. Нормально все-таки не прокосячили. Я уже думал, все не заберу. Если Леорик не подошел, в принципе, я думаю, не забрали бы. В принципе, не забрали бы. Так, есть у меня дефолтный артефакт на инвокера. О, щит. Но нету кнопок никаких. Лотар уже. Ну, тупо арбузеры. Вот что я могу сказать. Лотар, двенадцатая минута Лотар, это очень хороший тайминг. Сколько у Сларка там? Ну, 4-1, понял. Еще Анстапа был забрали. Ну, хорошо на дуэль не посадили еще. Эх, ладно. Так, ну, есть Аганим. Аганим я раньше срока сделал. Четырнадцатая минута дефолт, как вы знаете. Ну, такое себе, что Сларк. Конечно, с Лотаром. Вардов нету и не будет, наверное, да? О, попробуем. Ну, не знал я, что меня сейчас так дремут, конечно. Не догадывался даже. На самом деле не догадывался даже. Как же не догадывался. Сларк едет с Лотарами, конечно. Но к гемам не хочу забивать себе слот, ребят, честно говоря. На топе Тиннике. О, как вот сделаем. Сейчас тут плюхнем Мидаса. А, все, смыл грибов, да, ушел. Так вот сделаем. На атаку отходим. Хорошо. Все, что кнопки мощные у нас. Под себя закидываем. Закидываем под себя. Страшно стоять тут, на самом деле. Сларка, нет? Пара счетов. Парает. Пара счета. Бары на Миду, все нормально. Что ж такое-то, а? Что ж такое-то. Хоть и если кисурой не попадает, но все равно он нам нужен. Так, Алишка, давай. Отлагивай. Но что-то у меня в команде не клеится. Походу керрибилд не получится. Я так думаю. Но посмотрим. Но там просто имбаланс, видите? Имба еще и на бустах. Это очень тяжело. Ладно, блин, Сларк, еще и Лего, и Тинища. Короче, весь набор тупо имб. ПС играет. Но, блин, не знаю. Сейчас посмотрим. Времени на самом деле много теряю. Никто вардить не хочет. Я тоже стою сейчас в не очень выгодном положении. Стою на топе. Сларк где-то под ногами. Не знаю. Вижен надо сейчас пойти сюда. Поставите сюда. И на миду надо желательно принять. На миду желательно принять. На миду желательно принять. Дагерочек сделаем. Сейчас, наверное, дагер. Через дефолт будем набивать всех, убивать. А потом в керри выходить. Потому что я не знаю, как по-другому. По-другому никак не вижу смысла. По-другому как-то выходить. Сначала делаешь дефолт. Потом выходишь керри. Как бы, ну, по кайфу так. А тупо сразу с руки. Ну, хз. С руки я тут, в принципе, не знаю, что-то мог бы делать. Инвокер это же, в принципе, магии. Магии, магии. Еще раз магии. По-другому никак. Так, ну. Накликал на себя беду, как говорит Азиас. Говорит, типа, своей командой почему никто не ливает. И сразу же чел ливает. Ну, кстати, он говорил, что свет могут выключить. Да, пацанам. ГГ. Блин, там у них все есть. Пуш. Дамага. Но печально. Нужно будет детекшн носить, ребят. Минус один слот из-за сларков. Что такое себе? Сларков детекшн носить. О, сларков меду. Все. Погнали. Погнали, колотим. 13-й левел, да? Сейчас ты пашку надо будет взять. Хорошо, погнали. Ага, вивера там забрали уже. Ну, попробуем. Кнопку даешь. Хорошо. Отлично. Лучше вот эту всю контору. Хорошо. Двушка есть почти. У нас хороший этот, хорошая пугна. Радует. Вот так вот сделаем. Хорошая пугна. Отлично. Какой-то герочек. Все, погнали. Можно Рошана, кстати, зайти с 14-м. Рошана с 14-м зайти. Ну, сейчас Сеншей поколоть. Хорошо. На 14-м рошу можно будет зайти. Думаю, отлично будет. Так, Даггер есть. Крипов на виду очень много. Что, ста к ним тогда, наверное, давайте еще. Мало ли, еще подфармим. Чуть-чуть подфармим. На топе бара. Хорошо. После Орик еще в керри вампиризм будет давать, кстати. Идет. Хорошо. Отлично. Шаман, так сказать, не туда зарулил. Шаман не туда зарулил. Вот так вот. Отлично. Накидываем. Погнал пот. Дай ему потанчить. Не дает. Чтобы он потанчил. Хорошо. Не могу забрать. Видели, кликаю, кликаю, не могу забрать. Нормально. Так, хорошо. Го, нанизу кинем Мидаса. Оставим крипов и пойдем сходим на базу. Хорошо было бы сейчас тут тревел еще поднять. Тревел быстренько. Наколотить. Но продадим сейчас этот. Нулик. Все, уходим. Дальше Nextом собирать будем. Артефакт. Радиенс. Не в дефолт. Пойдем, конечно, Радиенс. Хочется, конечно, керри катку. Тут, ну, видите, потная, потная игра. Очень. Очень потная игра, ребят. Очень потная. Потноватая. Катка будет. Ну, какой-нибудь детекшн хотя бы. Сларк, он ломает что-то. Хорошо. Лего. Легиона убьем. Ой, ну, кто это такое-то поделает? Вивер. Ну, блин. No brain, no gain. Говорится. Надо подальше обходить. Так, экспу дает? Не дает. Ну, вивер. Вивер. Вивер такой вивер, чисто. Интересно, если вивер у нас вообще, ну, смекает. Алис, ты, будет ли он детекшн какой-то брать? Интересно, вот эта тема. Мид. Что мне подсказывает, что нас вообще видно везде. Но нам надо тоже и пушить, тем более пока Оего. Все, собираем тупо бабки на этот, на радик. Через радик пойдем. А че нет? Все, вексовочку берем. Ищи хп с ларк. Ну, в скайде сразу, дефолтные с ларки. Шагом сюда. Лега уходит сразу. У меня тут не видно. Подходи на легионе, ты че? Ой-ой-ой, как я накосячил. Где Бара? Бара-бара-барбалк. О, колдснап кинуть. Блин. Пойдет вот так хотя бы. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Просто овер плохо. Я очень плохо сейчас накастовал. Вообще лютое говно накастовал. Санстрайк наперед. Зачем-то. Так, полторашка есть. Ну, так не пойдет. Я вообще думал с трех прокастов я там убиваю. Видели легион сразу отошел почему-то. Софтер? Софтеров сейчас не должно быть в игре. Ходная. Ошибка сейчас была в перекастовке. Слишком жесткая ошибка. Слишком жесткая ошибка перекастовки. И в Т-шку. Отлично. Хорошо. Ой, кто там на топе дерется? Смотрите, что делают. У меня сейчас я лакрти бафу и обоццу тебя. И тебя. Опа, смотри, как я умею. Я на вудоту хочу просто. Опа. Просто на вудоту хочу. Вот и все. Погнали на топ. Что там, шаман? Бара. Ага, слар где-то под ногами может быть. И что, сейчас на топе форештов оставляем? Куру Магаз, го. Сакарет покупать. Сейчас Аега кончится. Дайте на базу пойдем. Все, тапешка. Все, тапешка. Сакарет есть, пацаны. Хорошо. Ну, тяжелая катка будет, потная. Я попробую сделать все, что могу. На инвокере тут. Подфармим форджетами, пока хилимся. Погнали на низ. Рашакура отдал артефактор. Сларк только проблемой будет. Желательно вообще сторону бы снести им какую-нибудь. В сторону какую-нибудь... В леге там 150 урона уже просто так, ничего не имея. Новая мета. Инвокер с радиенсом. Ну, это забытое старое, конечно. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Форджету заряжаем. Союз эсэшка туда. Ой, как хорошо. Отлично. Райки есть, пацаны. Райки есть. У этого пацана. Жалко, не ухода текста нету. Спа-центря выбежал. Очень подозрительно легион играет, но ничего. Разберемся. Разберемся. Гоу, вот так вот сделаем, попробуем. Мне кажется, он сейчас тут где-то будет фармить нагло. Ну, конечно. Ой, как хорошо. И достал. Где ты там? Оп. Крыса на леге, а? Ладно, гоу сюда. О, щит, тут теник под ногами. Теник под ногами. Ну, сэсэшка, может быть, на колодец кинуть. Вот сюда примерно. Ну, нет, не попал. Ну, ладно, ничего страшного, я бы. Хорошо. Опа, бара побежал. Ко-бэ, пацаны. Ну, почти забрал. Ну, видите, детекшн надо носить. Там вроде хорошим мух сделал, но детекшна не хватило. Вот так вот сделаем. Попаду. Четко, прям четко. Так, колду надо. Хорошо. Так, четверочка есть у нас. Гоу детекшн какой-нибудь. Погнали. Сларки вон у ним. Дасты хотя бы, не знаю. Взяли. Хотя бы так. Так, на миду форджетов бросаем. Так, есть. Все, можно будет сейчас вещи делать, да? Говорят, такую историю. Давайте вот так вот сделаем. О, пара там. Гоу. По-моему, я его изи убиваю. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Дасты есть? Дастов нету. Окей, погнали. Все, пошла страта, пацаны. Дастов нет, но вы работаете. Бары тоже нету. Работаем. О, убежал. Можно смело сейчас... О, лего. Платаром. Цейвить будет. Хорошо. Эх, не попал. Прикиньте. Надо уходить, ребят. Побежали. Пойдет. Нормально. Заработано. Ну, нету кнопок, брат. Тут шу, брат. Тут шу, брат, как могу. Ой, зря ты ему даешь это. Но я заблочил прыжок. Хорош. О, хусь, это пугна. Стенки. Там ой. Ой, барыча. Есть кнопки. Хорошо. Хорошо. Отлично. Трипл килл. Почти на вставочку. КОТ-шку. КОТ-шку. Хорошо. Хорошо. Так, че у нас там? Квас пятерка, да? Две с половой. Хорошо. Низ давайте чуть по объемам, потому что с ними тянуть, ну, в лейтгейме ухакаемся. Поехали. Поехали. ВС с них в лейтгейме тяжело будет. Ловер и Б. Хорошо. Не-не-не, БББ. Надо уходить тут. Опасно слишком. Надо уходить. Лерик остался, блин. Не знаю, вот смысл. Типа, надо было просто выйти там и все. Ману нету. Ману нету. Ну, Лерик такой, пацан. В атаку, не шагу назад. Так, еще один артефакт у нас есть, ребят. Дополнительный. А, тут еще надо было. Не-не, там слишком опасно уже. Так, это хорошо. Но сейчас там будет детекшн. Какой-нибудь. Реген. Блин, ну. Могу. Могу. Пусть так. Лего пол БКБ. Крит, наверное, какой-нибудь. Или МКБшка. Крит, наверное, ребят. Пара даст и есть. Хорошо. Странно, что он без БМа. В паре играет. Кстати, можем четыре кнопки уже давать. Так, опасно. Надо отойти. Пару прочекаем сейчас. Оу, щит. Я умер тут. Сто процентов. Прикиньте, вот, ну. Шаман что тут делал. Вот это вообще не в теме. Вообще, Линку тут надо сделать по большому счету. Керри Билд тут сломан. Из-за того, что там герой, у которых инвиз. Мне нужно детекшн носить. И надо Линку делать. Давайте молнию купим. Молния сколько целиком стоит? 5700, да? Можно купить молнию. Будет очень большая скорость атаки. И БКБ-ху, наверное. Давайте. Почему нет? Почему нет? Ну, такое. Такое себе. Как чувствовал, что не нужно брать регены куда-то идти? Серьезно. Так тупо руин такой, да, произошел? Ладно, ничего страшного. Нас четверо тут, в этом сложно. БКБ у нас на леге. Есть. Так, молния есть у нас. Молния. Он застрял, пацаны. Убейте. Прифраг, по-моему. Ну, сейчас откатится уже. 8-7-6-5. 4-3-2. Все, может бежать сейчас. Сейчас укажет и побежал. Вот и все. Так, Сларк скайд. Ван, выбежал. У них даже... А, Сентрик один такой у Лорика и все. Лего на топе. Лего на топе. Пубна АГГ, да? Пубна АГГ. Дастов нету, припень. Вот в этом проблема вся. Тупо неуязвимость. Вот здесь будет хилиться, скорее всего. Выбежит. Нет. Гоу, мне даст продавать гембрат, что ли. Ну, а как по-другому? Сломанный билд, ребят. Тупо сломанный из-за того, что нужен детекшн. Я никого убить не могу так. Гоу, что делать? Придется. Придется, ребят. Гоу, побежали. Отличный. Проказ будет. Хорошо. Отлично. Побежали кроши. Можем задушить. Вот он, Сларк. Станы. Полю. Напихал в рост. О, тащит три пулкил. Нормально. Ну, детекшн взяли, все, катка пошла. Так, а можно? Только с маной проблемы будет. Хорошо. Сейчас. Еще маншард. Гем кому-то отдать бы желательно было бы. Так, не варик вообще. Здесь лютая, конечно, скорость атаки. Вообще, напихал там Сларку. Страшно. Вот так вот сделаем. Фаржей тут поднимем. Я Б. Я Б его. Ман, нет. Хороший прокаст меду дал, я не думал, что так зацеплю. Хорошо. Блин, ну тяжелая такая катка, да, против имбы. Показать инвокер, насколько сильный персонаж, типа. Так, хорошо. О, птиник там, брыг делаем. Так. Пивер. Топ. Го топ. Давайте сделаем колдснап и кукув. Побежали. Сама тема, типа. Можем, если что, настигнуть. Попилить в радиансе. Попилим в радиансе. Ну анимид пойдет, наверное, да? Ну нет, не знаю. О, лего с ддшкой. Тастый. Юзаешь? Чувачок. Заказ у мадам, братан. Заказ у мадам нажал. Хорошо. Мано-реген, конечно, мне не как уще. Мне что-то надо на ману, по-любому, ребят. Ну вот тут сейчас в кемпе лего, сто процентов. Больше некуда идти. Славик там еще заюзал. О, смело. О. Протан, дайте я только колдс на вкину. Залакарьки уничтожим. Блин, пугна, конечно, кидает вообще не в тему. Под ноги и погнали дышить. Оп, хорошо. Опа. Блин, ну красота, согласитесь. Прям красотища. Керебил. Опа. А ты че, мне хочешь рампашку отдать? Дай рампашку, да, там. Хотя бы там че-нибудь. Жесть. Хорош. Ну прям нормально раздушено. Хорошо. Отлично. Подожди. Дай задушить. Не дают пацаны задушить. Блин, ну гем надо отдавать. Б. Пацаны, б. Б. Поздем. Гем, возьмите. Гем надо отдать ребятам. Все, какой ласт слот. Наверное, буриза. Что ж еще? Буриза. Что ж еще брать-то? Блин, ну жесткая, интересная. Как у Леорика там. Побежали. Пацаны. Монетку как раз возьмем. Моншар. Сейчас возьму дам. Ого, дорогой. Гем. Берите. Гем, пацаны, пусть забирают. Его бы резун. Только не отдайте. Гем, если отдадут, это плохо. А, ну отдали сразу же. Прикиньте, сразу же. Только отдал гем, сразу же отдали. Понял. Ну, с руки пробью, интересно? Пробью, конечно. Нет, окно, так больше. Прикинь. Ладно, ничего страшного. Так, у меня есть, все, у меня есть кнопки. Шаман не спушит, не, не спушит. Что-то там никак. Все там нормально. Нормально, не запущено. Так, нормально. Нормально. Блин, ну жестко душится. Если честно, я сейчас думал, такая ситуация безысходная была. Блин, там только бласт надо было накастовать, чтобы всех откинуть и душить. Но у меня маны нету. Вообще, в этом билде люто. Не хватает маны. Но сейчас возьмем еще гиперстоуны закачанные. Пока пофармим форжемы. Форжеты жесткие. Соточка урона хаосом. Прикиньте, 1000 хп. Это очень люто. Вот аганим очень много дает в этой карте ему. Все-таки. Те катки, которые в начале, ребят, смотрели, посмотрите. Обязательно. Не скипайте. Так, керри катка, это как бы фан. Так, ну у меня есть уже, да? Шарды. Отлично. Еще шар, сейчас апнем. Можно будет просто прыгать сейчас. Алакрити. И этот, под бластом всех душить. И все. Просто 6 секунд дизайбла там. Там никто не выживает. Просто душить будем. Ну сейчас посмотрим, как выйдет. Все, закупаемся. Ой. Случайно дробнул. Кто на базу? Найс, отлично. Его душить. Хорошо. Шарды есть. Уреза есть. Жесть. Вот это билд. 37 минут. Нормальный еще, кстати, билд на этой минуте. Можно мне шар. Вот так вот получается у нас. Лего, конечно, латарщик еще тот. Так, погнали. Гема, конечно, нет. Это плохо. Те монеты-то, конечно, плохо. Ага, теник на тени тоже в латар зайдет. О, а есть детекшн, да. Он задушен так с руки. Он пахнет, текст успел дать. Ну, жестко. Залакать и просто уничтожил. Так вот делаем. О. Пока бласт дать и все. И драться. Три пулкил просто. Жесть. С руки. И рукой там задушил еще что-то. Под Лериком надо встать. Блин. Он регенит очень сильно. Хорош три пулкил. Ой, еще и пугна хилит. Вообще красавочки. ПЦ. Че, останется Олега? Отходим. Хорошо. Кто там первый хочет со мной подраться? Бара? Ого, Олега, давай подолагать. И кто кого? Жесть. Кто кого? Жесть. Ребят, ну надеюсь, эта катка вам понравится. Такая потненькая, интересная. Против имбалансов. Против лютых имбалансов сыграть на Войкере в керри в таком билде. Но я думаю, катка эта заслуживает хотя бы лайка. Но и на этом все. Гайд этот будет, ребят, закончен. Я считаю, что полностью гайд мы на инвокере закончили. Я сыграл в QV, сыграл в экзорте. Потненькую катку. И, конечно же, керри катку мы также сыграли. Ребятки, обязательно пишите мнение, какая катка вам понравилась больше, конечно же. Ну и на этом все. С вами был Xenazos, ребятки. И до скорого.